Глава тринадцатая. Самолет я поднимаю без разбега, прямо с места. Вот он, сказал доктор Рамос. У него слух как у чахоточного, подумала Тереса. Сама она не слышала ничего, кроме шелеста прибоя, накатывающего на песчаный берег. Ночь была спокойной, средиземное море лежало черным пятном за бухтой Агуа-Амарго, справа и слева раскинулось Альмирийское побережье, и в свете луны песок пляжа казался снегом. В шести милях к юго-западу у подножия горного хребта Гата мерцал свет маяка на мысе Пунта-Палакра. Три вспышки каждые десять-пятнадцать секунд, по старой привычке машинально отметила она про себя. «Я слышу только море», — ответила она. «Прислушайтесь». Укутанные от ночного холода в теплые свитера и куртки, они стояли возле джипа Чирокки. В кабине в сумке лежали уже полупустой термос с кофе, пластиковые стаканчики и пакет с оставшимися бутербродами. В нескольких метрах от машины маячил темный силуэт Поте-Гальвеса. Мексиканец прогуливался туда-сюда, наблюдая за подступами к пляжу. «Теперь слышу», — сказала Тереса. Ее ухо уловило лишь отдаленное урчание, почти сливавшееся с плеском воды о берег, но мало-помалу звук становился громче. Рокот доносился с совсем небольшой высоты, будто не с неба, а с моря, словно к берегу на большой скорости приближался катер. «Хорошие ребята», — заметил доктор Рамос. В его голосе прозвучала нотка гордости. Так говорят о сыне или особо выдающемся ученике, однако сам голос был спокойным, как обычно. «Просто человек без нервов», — подумала Тереса. Ей самой с трудом удавалось давить тревогу и заставлять свой голос звучать с тем спокойствием, которого ожидали остальные. «Если бы они знали», — сказала она себе. «Если бы они только знали, чем рискуют. И особенно сегодня ночью, черт бы ее побрал. Сегодня, сейчас должно было наконец решиться то, что готовилось три месяца. Решиться в течение двух часов, почти полтора из которых уже истекли. Шум моторов все приближался, усиливался. Доктор поднес к глазам руку с часами, и только потом, секундной вспышкой зажигалки, осветил циферблат. «Прусская пунктуальность», — добавил он. «Точно в условленном месте и в условленное время». Рокот, по-прежнему доносившийся как будто с самой поверхности моря, звучал все ближе. Тереса жадно вглядывалась в темноту, и вдруг ей показалось, что она видит самолет. Маленькую, постепенно увеличивающуюся в размерах черную точку, как раз на грани между темной водой и дальним отблеском луны, пляшущим на ее поверхности. «Черт побери», — вырвалось у нее. «Это почти прекрасно», — подумала она. Ее знания, воспоминания, опыт позволяли ей представить себе море, каким оно выглядит из кабины самолета, яркий свет лампочек на панели управления, вырисовывающуюся впереди береговую линию, двух мужчин за штурвалами, Альмерия, частота 114,1, чтобы рассчитать задержку и высоту над морем в районе Альборана, точка-тире-тире-тире-точка-тире-точка, а потом при свете луны прикинуть на глаз расстояние до берега, ориентируясь по вспышкам маяка слева, огням Карбонероса справа и нейтральному пятну бухты посередине. «Эх, если бы я была там наверху», — подумала она, — «чтобы лететь, как они, прикидывая расстояние на глаз». И тут черная точка, по-прежнему несшаяся над самой водой, вдруг выросла, рокот моторов усилился, стал оглушительным, р-р-р, будто вот-вот обрушится на них, и Тереса успела заметить, как чуть ли не на уровне ее глаз буквально возникла из воздуха, словно материализовалась пара крыльев. А мгновение спустя показался и весь самолет. Он летел очень низко, метрах в пяти над водой, и его вращающиеся пропеллеры в лунном свете казались двумя серебряными дисками. Секунды позже, с ревом промчавшись над их головами и взметнув в воздух тучу песка и сухих водорослей, самолет набрал высоту, лег на левое крыло и исчез в ночи между хребтами Гата и Кабрера. «Там полторы тонны», — сказал доктор. «Они еще не на земле», — заметила Тереса. «Будут на земле через пятнадцать минут». Больше не было причин скрываться в темноте, так что доктор, порывшись в карманах брюк, раскурил свою трубку, после чего поднес огонь Тересе, сунувшей в рот сигарету. К ним подходил Поте Гальвис со стаканчиком кофе в каждой руке. Объемистая тень, чуткая к любому их желанию. Белый песок приглушал его шаги. «Как дела, хозяйка?» «Все в порядке, крапчатый, спасибо». Она выпила горькую без сахара жидкость, в которую было добавлено немного коньяка, и с наслаждением снова затянулась сигаретой, приправленной гашишем. «Надеюсь, все и дальше пойдет хорошо», — подумала она. Сотовый телефон в кармане ее куртки должен был зазвонить, когда груз окажется на четырех грузовичках, ожидающих возле кое-как оборудованной взлетно-посадочной полосы крошечного аэродрома, заброшенного со времен Гражданской войны. Он находился посреди Альмирийской пустыни, неподалеку от Табернаса, в 15 километрах от ближайшего населенного пункта. Это был заключительный этап сложной операции по доставке полутора тысяч килограммов хлоргидрата кокаина от Медельинского картеля итальянским мафиозным группировкам. Еще один камешек в ботинок клану Карбейра, по-прежнему претендующему на эксклюзивную роль в организации передвижения кокаина по испанской территории. Тереса усмехнулась про себя. Ну и разозлятся же галисийцы, если узнают. Но из Колумбии Тересе передали просьбу изучить возможность доставки в один прием крупного груза, который должен был в контейнерах отплыть из порта Валенсия в Геную. И она просто решила эту проблему. Кокаин в вакуумной упаковке, пакеты по 10 килограммов, спрятанные в бидонах из-под автомобильного масла, пересек Атлантику на борту старенького сухогруза Сусана, ходившего под панамским флагом, на который был перегружен в открытом море напротив Эквадора, примерно на широте Галапагосских островов. Выгрузили его в марокканском городе Касабланка, а оттуда, под прикрытием королевской жандармерии, Тереса и полковник Абдель-Кадер Чаи по-прежнему находились в прекрасных отношениях, отправили на грузовиках в Эр-Риф, на склад, который партнеры Трансернага использовали для подготовки партии Гашиша. «Марокканцы сдержали слово, как настоящие кабальеру», на ходу заметил доктор Рамос. Они направлялись к машине, где уже сидел за рулем Потте Гальвес. Зажженные фары освещали песок и скалы, над которыми носились, шумно хлопая крыльями, встревоженные светом чайки. «Да, но это ваша заслуга, доктор». «Идея была не моя. Ее удалось осуществить благодаря вам». Доктор Рамос, ничего не ответив, попыхивал трубкой. Тактик Трансернага никогда не жаловался, не выказывал удовольствия от похвалы, но сейчас Тереса чувствовала, что он рад. Потому что, хотя идея использовать большой самолет, они между собой называли это воздушным мостом, принадлежала Тересе, за разработку маршрута и оперативных деталей отвечал доктор. Новшество заключалось в том, чтобы полеты на малой высоте и приземление на секретных взлетно-посадочных полосах применить к более крупномасштабной, а следовательно и более рентабельной операции. Потому что в последнее время возникли проблемы. Таможенные службы перехватили две экспедиции галисийцев, которые финансировал клан Карбейра. Одну в Карибском море, другую напротив берегов Португалии. Третья же операция, турецкое торговое судно с полутонной товара на борту, маршрут Буэнавентура-Генуэ через Кадис, целиком проводившееся итальянцами, обернулась полным провалом. Груз был захвачен жандармерией, восемь человек оказались за решеткой. Это был трудный момент, и Тереса, немало поработав головой, решила рискнуть, воспользоваться методами, которые некогда в Мексике снискали Амадо Карильо прозвище «Повелитель небес». «Зачем, черт побери, изобретать велосипед, если есть учителя, и какие учителя?» И она запрягла в работу Фарида Латакию и доктора Рамоса. Конечно, Ливанец запротестовал. Мало времени, мало денег, мало вариантов. «Вы всегда требуете от меня чудо», ну и так далее. А доктор, тем временем, уединившись у себя в кабинете, обложился картами, планами и схемами и курил трубку за трубкой, не произнося ни слова, кроме самых необходимых, рассчитывая точки, маршруты, количество горючего. Дыры в системе радарного наблюдения, через которые можно проскочить к морю между Мелильей и Алусимасом, расстояние, которое нужно будет пролететь над самой водой в направлении восток-север-северо-восток, бесконтрольные зоны, позволяющие пересечь испанское побережье, ориентиры на суше, по которым можно вести самолет на глаз, без приборов, рельеф местности, участки моря, при полете над которыми самолет средних размеров невозможно или трудно засечь. Он даже пообщался с парой авиадиспетчеров, которые должны были дежурить в намеченной для операции ночи в намеченных местах, дабы удостовериться, что никто не побежит с докладом к начальству, если заметит на экране радара какой-нибудь подозрительный след. А кроме того, он облетел Альмирийскую пустыню в поисках подходящей посадочной площадки и съездил в Эр-Риф, чтобы лично изучить условия местных аэродромов. Латакия раздобыл в Африке самолет, старенький авиакар Си-212, перевозивший пассажиров из Малабо в Бату и обратно. Двухмоторный, грузоподъемностью 2 тонны. Его в свое время прислала Испания в качестве помощи экваториальной Гвинеи. Построенный в 1978 году, он все еще летал и даже был способен приземлиться при скорости 60 узлов на 250-метровой полосе, если задействовать пропеллеры и выпустить закрылки под углом 40 градусов. Покупка была совершена без проблем благодаря знакомому из посольства экваториальной Гвинеи в Мадриде. Аташе по торговым делам получил свои комиссионные, а в самолет между делом загрузили несколько моторов для катеров. И авиакар полетел в Банги, где оба его турбированных двигателя Гаррет Тре перебрали и усилили французские механики. Затем он отправился в Эр-Риф и сел на 400-метровой полосе в горах, где его загрузили кокаином. Подобрать экипаж было несложно. 100 тысяч долларов пилоту Ян Карасик, поляк, в прошлом летчик сельскохозяйственной авиации, опылявший и окуривавший поля, был ветераном ночных полетов, которые совершал на собственном Скаймастере, перевозя гашиш для Трансернага, и 75 тысяч второму пилоту Фернандо де Лакуэва, бывший военный летчик, когда-то на службе в ВВС Испании, летал на авиакарах, потом перешел в гражданскую авиацию и остался без работы в результате рабочей реструктуризации компании «Иберия». Фары джипа «Чироки» освещали первые дома «Карбонероса», когда Тереса взглянула на часы в приборной доске. К этому времени летчики, ориентируясь по огням шоссе «Альмерия-Мурсия», должны были пересечь его в окрестностях Нихара и теперь вести самолет по-прежнему на минимальной высоте, избегая линий электропередачи, которые доктор Рамос тщательно вычертил на своих воздушных картах вдоль хребта «Аламилья», понемногу забирая к западу. Может, как раз в эту минуту они уже выпускали закрылки, чтобы приземлиться на озаренной луной тайном аэродроме, где в трехстах пятидесяти метрах одна от другой стояли две машины. Они должны были дважды блеснуть фарами, чтобы обозначить начало и конец полосы. Самолет нес в своем чреве груз стоимостью 45 миллионов долларов, из которых компания «Транссернага» причиталась за транспортные услуги сумма, равная 10%. Прежде чем выехать на шоссе Н-340, они остановились перекусить в придорожном ресторанчике. Водители грузовиков, ужинающие за столиками в глубине зала, подвешенные к потолку окорока и колбасы, бурдюки с вином, фотографии торадоров, вертушки с порнофильмами на кассетах, аудиокассетами и компакт-дисками «Лос Чунгитос Эльфари Нинья Делос Пейнес». Они ели у стойки, не садясь. Ветчина, свиной рулет, свежий тунец с перцем и помидорами. Доктор Рамос заказал рюмочку коньяка Апоте Гальвес, который вел машину, двойную порцию кофе. Когда Тереса искала в карманах куртки сигареты, у дверей остановился зеленый-белый жандармский Ниссан. Его пассажиры вошли в зал. Апоте Гальвес напрягся, убрал руки со стойки и, движимый профессиональным недоверием, встал в полобороток вновь прибывшим, чуть подвинувшись, чтобы прикрыть своим телом хозяйку. «Спокойно, крапчатый», — сказала она ему взглядом. «Это еще не тот день, когда нас разделают под орех». Обычный деревенский патруль. Вошедшие двое молодых парней в оливковой форме с черными кабурами на боку. Вежливо сказали «добрый вечер», оставили фуражки на табуретке и облокотились о стойку. Спокойно, даже безмятежно. Один из них, всыпая сахар в кофе и размешивая его ложечкой, бросил короткий рассеянный взгляд на Тересу и ее спутников. Доктор Рамос переглянулся с Тересой, глаза у него искрились. «Если бы эти ребята знали», — так и читалось у него на лице, пока он аккуратно набивал табаком чашечку трубки. Чего только в жизни не бывает. Потом, когда патрульные собрались уходить, доктор подозвал официанта и сказал, что для него будет огромным удовольствием заплатить за их кофе. Один стал вежливо отказываться, другой улыбнулся. «Спасибо. Удачного дежурства», — пожелал им доктор, когда они были на пороге. «Спасибо», — снова ответили они. «Славные ребята», — произнес доктор Рамос, когда за ними закрылась дверь. «То же самое он говорил о летчиках», — вспомнила Тереса, когда моторы авиакара грохотали над пляжем. Это была одна из черт, которые нравились ей в докторе. Его неизменное доброжелательное спокойствие. Любой, если взглянуть на него под соответствующим углом, может оказаться славным парнем. Или славной девчонкой. «Мир — трудное место со сложными правилами, где каждый играет ту роль, которую ему назначила судьба. И выбор не всегда возможен. У всех, кого я знаю, — сказал доктор однажды, — есть свои причины делать то, что они делают. Если принимаешь это в своих ближних, — заключил он, — становится совсем нетрудно быть в ладах с ними. Вся хитрость в том, чтобы постараться в каждом найти его положительную сторону. И в этом деле очень помогает трубка. Курить ее — дело долгое, способствует размышлению, дает тебе возможность посидеть, совершая медленные движения руками, посмотреть со стороны на себя и приглядеться к другим». Доктор заказал себе еще одну порцию коньяка, а Тереса в ресторанчике «Не было текилы» — галисийского сусла, от которого из ноздрей начинал бить огонь. Появление патруля напомнило ей об одной недавней встрече и кое-каких давних заботах. Три недели назад к ней приходили, в официальную резиденцию «Трансернага», теперь занимавшую целиком пятиэтажное здание на проспекте «Дель Мар» рядом с городским парком. Об этом визите ее никто не предупреждал, поэтому она вначале отказалась принять посетителей, но потом все же согласилась, после того, как Эва, секретарша, показала ей судебный приказ, рекомендующий Тересе Мендоса Чавес, проживающей там-то и там-то, согласиться на эту беседу или быть готовой к дальнейшим судебным действиям, могущим быть предпринятыми. «Предварительное расследование», — говорилось в бумаге, хотя не уточнялось, что именно оно предваряет. «Их двое», — добавила секретарша, — «мужчина и женщина», — «жандармы». Немного подумав, Тереса велела предупредить Тео Аль-Харафе, жестом успокоила Потте Гальвеса, он, вросший ногами в ковер, стоял перед дверью кабинета, как верный доберман, и попросила секретаршу провести их в зал для совещаний. Обошлось без рукопожатий. После обычного обмена приветствиями, все трое уселись вокруг большого круглого стола, с которого уже успели убрать все бумаги и папки. Мужчина был худой, серьезный, симпатичный. Ранняя седина в подстриженных бобриком волосах, красивые усы, приятный низкий голос. Говорил он с такой же учтивостью, с какой держался. Одет в штатское, очень поношенный вельветовый пиджак и спортивные брюки, но все в нем выдавало солдата, военного. «Меня зовут Кастро», — сказал он, не прибавив ни своего имени, ни звания, ни должности, хотя мгновение спустя, будто передумав, уточнил. «Капитан». «Капитан Кастро». «А это сержант Монкада». Во время краткого представления женщина, рыжие волосы, юбка, свитер, золотые серьги, маленькие умные глазки, достала из брезентовой сумки, которую держала на коленях, магнитофон и поставила его на стол. «Надеюсь», — сказала она, — «вы не будете возражать». Потом высморкалась в бумажный носовой платок, видимо, ее мучил то ли насморк, то ли аллергия, и, скатав его в шарик, положила в пепельницу. «Никоим образом», — ответила Тереса. «Но в таком случае вам придется подождать, пока не придет мой адвокат». А это означает, что будут делаться записи. После этих слов сержант Монкада, хмурясь, но подчиняясь взгляду начальника, убрала магнитофон в сумку и снова высморкалась. Капитан Кастро в нескольких словах объяснил, что привело их сюда. В ходе недавнего расследования всплыла информация о предприятиях, связанных с Транссернага. «Разумеется, у вас есть доказательства этой связи». «Нет, сожалею, но вынужден ответить, что нет». «В таком случае я не понимаю цели этого визита». «Обычное рабочее посещение». «Ясно». «Сотрудничество с органами правопорядка». «Ясно». В местах упомянутых лодок, отслеженных жандармерией, нашли всего лишь пару старых, уже давно не использовавшихся катеров. Никаких доказательств не обнаружено, никто не задержан». «Мне очень жаль», — ответила Тереса, «но я никак не могу себе представить, какое отношение к этому имею я». «Сейчас никакого. Полиция все испортила. Все наше расследование пошло прахом, потому что кто-то подбросил людям из эстепона дезинформацию. С тем, что есть на сегодняшний день, ни один судья не возьмется за дело». «Черт побери, значит, вы пришли для того, чтобы рассказать мне об этом». Тон, каким Тереса произнесла эти слова, заставил мужчину и женщину переглянуться. «Да, некоторым образом», — кивнул капитан Кастро. «Мы сочли, что ваше мнение может оказаться полезным. В данный момент у нас в работе с полдюжины дел, связанных с одним и тем же окружением». Сержант Манкада подалась вперед. Ни помада на губах, ни другого макияжа. Усталые глаза, насморк, аллергия. Наверняка бессонная ночь за работой. Голова не мыта несколько дней. Золотые сережки нелепо поблескивали у нее в ушах. «Капитан имеет в виду ваше окружение». Тереса решила проигнорировать враждебный тон, каким было произнесено слово «ваше». Она смотрела на мятый свитер женщины. «Я не знаю, о чем вы говорите», — она повернулась к мужчине. «Все мои отношения и связи на виду». «Эти нет», — возразил капитан Кастро. «Вам когда-нибудь приходилось слышать о компании Chemical СТМ». «Нет, никогда». «А о Константин Горофи Лимитед?» «Да, у меня есть ее акции, но всего лишь небольшой пакет». «Странно. А по нашим данным, экспортно-импортная компания Константин Горофи, имеющая юридический адрес в Гибралтаре, целиком и полностью принадлежит вам». «Наверное, следовало бы подождать Тео», — подумала Тереса. «Однако, в любом случае, пути назад уже не было». Она подняла бровь. «Надеюсь, вы располагаете доказательствами, чтобы утверждать это?» Капитан Кастро погладил ус, слегка покачивая головой, как бы сомневаясь, как бы действительно прикидывая, располагает он или нет этими доказательствами. «Нет», — произнес он наконец. «К сожалению, не располагаем, хотя в данном случае это не имеет значения, потому что мы получили информацию. Просьбу от соответствующих американских служб и правительства Колумбии о сотрудничестве в деле, касающемся 15 тонн марганцево-кислого калия, перехваченных в Карибском порту Картахена». «Я считала, что торговля марганцево-кислым калием не подвергается ограничениям». Откинувшись на спинку стула, она смотрела на жандарма с почти искренним удивлением. В Европе «да», — был ответ, но не в Колумбии, где его используют для производства кокаина. А в Соединенных Штатах его покупка и продажа ограничивается, начиная с определенных количеств, поскольку он фигурирует в списке 12 прекурсоров и 33 химических веществ, торговля которыми контролируется федеральными законами. «Марганцево-кислый калий, как может быть, или вероятно, или наверняка, известный сеньоре, является одним из этих 12 основных продуктов для выработки хлоргидрата кокаина. Соединив 10 тонн его с другими химическими веществами, можно очистить 80 тонн наркотика». «А это не кот наплакал?» После этих слов жандарм замолчал. Он сидел, глядя на Тересу, без всякого выражения, как будто ему больше нечего было сказать. Она мысленно сосчитала до трех. «Черт побери!» У нее начинала болеть голова, но она не могла позволить себе доставать аспирин в присутствии этой парочки. Она пожала плечами. «Да неужели? И что же?» Этот груз прибыл морским путем из Альхисироса. Его купил Константин Горофи у бельгийской компании Chemical STM. «Меня удивляет, что эта гибралтарская компания экспортирует товар непосредственно в Колумбию». И правильно, что удивляет? Если в этих словах и содержалась ирония, ее было трудно заметить. На самом деле они закупили этот продукт в Бельгии, переправили его в Альхисирос, а там передали другой компании с юридическим адресом на острове Джерси, которая и доставила его в контейнере сначала в венесуэльский порт Пуэрто-Кабельо, а потом уж в Картахену. По пути его пересыпали в бидоны с надписями «Двуокись магния» ради камуфляжа. Тереса знала, что это не галисийцы. На этот раз настучали не они. Ей было известно, что ниточка ведет в Колумбию. Местные проблемы, да еще нажим американцев, ничего, что хоть как-то касалось бы ее. Каким путем? Морем. В Альхисиросе его грузили в его собственном качестве. Ну вот и все, голубчик. Теперь сиди и смотри на мои руки на столе, как я вынимаю ими вполне легальную сигарету из вполне легальной пачки и закуриваю ее со спокойствием человека, совесть которого кристально чиста. Смотри, какие они у меня белые, чистые и невинные. Так что вопрос исчерпан, и нечего рассказывать мне эти сказки. Так вам бы следовало, проговорила она, попросить объяснений у этой джерсийской компании. Сержант сделала нетерпеливый жест, но промолчала. Капитан Кастро чуть наклонил голову, как бы давая понять, что способен оценить хороший совет. Та компания была ликвидирована сразу же по окончании операции, ответил он. Это было всего лишь название, вывеска на улице Сент-Элье. Да что вы говорите. И все это доказано? И более чем. Значит, доверие людей из Константин-Горофи было обмануто. Сержант открыла было рот, чтобы сказать что-то, однако и на этот раз передумала. Бросив быстрый взгляд на своего начальника, она вынула из сумки записную книжку. Если ты сейчас достанешь еще и карандаш, вы окажетесь на улице. В два счета. Впрочем, если ты его не достанешь, тоже. Как бы то ни было, продолжала она, и если я правильно поняла, вы говорите о перевозке легального химического продукта внутри таможенного пространства шенгенской зоны. Я не вижу в этом ничего странного. Несомненно, с документами там все было в порядке. Я не слишком много знаю о компании Константин-Горофи, но наслышано, что люди там вполне порядочные и строго соблюдают законы. В противном случае, я не стала бы приобретать их акций. Успокойтесь, любезным тоном произнес капитан Кастро. А разве похоже, что я волнуюсь? Жандарм секунду помолчал, прежде чем ответить. То, что касается ваших отношений с Константином Горофи, выглядит вполне законным. К сожалению, добавила сержант. Переворачивая страницы записной книжки, она слюнила себе пальцы. «Не прикидывайся, красавица», – подумала Тереса. «Думаешь, я поверю, что у тебя там записано, сколько килограммов я перевезла в последний раз?» «Что-нибудь еще?» «Всегда бывает что-нибудь еще», – ответил капитан. «Ладно, скотина, ты сам напросился», – подумала Тереса, гася сигарету в пепельнице. Она проделала это рассчитанно резко одним движением. Вполне справедливая доза раздражения и ни грамма больше, несмотря на то, что голова у нее болела все сильнее. В Синалоа этих двоих уже давно бы купили или убили. Она презирала их за то, как они ведут себя, принимая ее за совсем другого человека. Так примитивно. Но она также знала, что презрение ведет к заносчивости, а там уж начинаешь совершать ошибки. Излишняя самоуверенность убивает вернее пуль. «Тогда давайте расставим все на свои места», – сказала она. «Если у вас есть конкретные дела, имеющие отношение ко мне, этот разговор продолжится в присутствии моих адвокатов. Если нет, я буду благодарна, если вы прекратите эту канитель». Сержант Монкада забыла о своей записной книжке. Она трогала кончиками пальцев стол, словно проверяя качество дерева. Похоже, настроение у нее испортилось. «Мы можем продолжить этот разговор в официальном месте». «Вот ты и попалась», – подумала Тереса. «Я ждала, когда ты это скажешь». «А мне кажется, что нет, сержант», – с ледяным спокойствием возразила она. «Потому что если только у вас нет ничего конкретного против меня, а у вас его нет, я проведу в этом месте ровно столько времени, сколько понадобится моим адвокатам, чтобы выдвинуть против вас обвинения в незаконных действиях. И, разумеется, потребовать возмещения морального и экономического ущерба». «Вы это совершенно напрасно», – примирительно возразил капитан Кастро. «Никто вас ни в чем не обвиняет». «В этом я абсолютно уверен. В том, что меня никто не обвиняет». «Разве что сержант Веласко». Скотина снова подумала Тереса, надевая на лицо ацтекскую маску. «Кто, простите, сержант, я не разобрала фамилии». Жандарм смотрел на нее с холодным любопытством. «А ты симпатичный», – подумала она, – «такой вежливый, с манерами, седые волосы, красивые то ли офицерские, то ли рыцарские усы, а вот даме надо бы мыть голову почаще». «Иван Веласко», – медленно произнес капитан, – «из жандармерии, ныне покойный». Сержант Монкада снова подалась вперед с недобрым выражением на лице. «Свинья. Вы знаете что-нибудь о свиньях, сеньора?» Она проговорила это с плохо сдерживаемой горячностью. «Может, это просто в ее характере», – подумала Тереса. «Может, она злится из-за того, что волосы у нее грязные. Может, она чересчур много работает или несчастлива со своим мужем или что-нибудь еще. А может, на нее вообще никто не зарится. Вообще-то, наверное, трудно приходится женщине в таком ведомстве. Или, может, они решили сегодня распределить роли. Вежливый жандарм – злой жандарм. Перед такой сволочью, какой они меня считают, роль злого жандарма приходится играть ей. Логично. Но мне наплевать». «Это имеет какое-нибудь отношение к марганцево-кислому калию?» «Ну зачем же так?» Эти слова прозвучали отнюдь непримирительно. Сержант ногтем мизинца ковыряло в зубах. «Не нужно насмехаться над нами». «Веласко водил скверные знакомства», – просто пояснил капитан Кастро. «И его убили. Уже давно. Вскоре после того, как вы вышли из тюрьмы. Помните? Сантьяго Фестера, Гибралтар и все прочее. Когда вы даже не мечтали стать тем, чем стали?» На лице Тересы было написано, что вспоминать ей нечего. «Похоже, у вас нет совсем ничего», – думала она. «Вы явились просто испытать меня на прочность». «Представьте себе нет», – ответила она. «Я не могу припомнить этого Веласко». «Не можете», – повторила женщина, точно выплюнула. Она повернулась к своему начальнику, как бы спрашивая, «А вы что думаете об этом, мой капитан?» Но Кастро смотрел в окно, словно думая о другом. «На самом деле мы не можем установить, имеете ли вы какое-либо отношение к этой истории», – продолжала сержант Монкада. «А кроме того, это ведь дело прошлое, верно?» Она опять послюнила палец и полистала записную книжку, хотя было ясно, что она ничего не читает. «А то, что произошло с тем другим, Каньяботой, которого убили в Фуэнхироле, его вы тоже не припоминаете?» «А имя Олега Языкова вам ничего не говорит?» «Вы никогда даже не слышали ни о Гашише, ни о Кокаине, ни о Колумбийцах, ни о Галисийцах». Она с мрачным видом помолчала, давая Тересе возможность ответить, но та даже не раскрыла рта. «Ну понятно, ваша сфера деятельности, недвижимость, биржа, хереские винные погреба, местная политика, налоговый рай, благотворительность и ужины с губернатором Малаги». «И театр», — добавил капитан. Он по-прежнему смотрел в окно, словно его мысли были заняты совершенно другим, почти печальной. Сержант подняла руку. «Верно, я совсем забыла, что вы у нас еще и актриса. Ее тон становился все грубее, временами даже вульгарным. Либо до сих пор она не давала себе воли, либо сейчас прибегала к нему намеренно. Наверное, вы чувствуете себя в полной безопасности. Миллионные сделки, роскошная жизнь, журналисты, которые делают из вас звезду. «Меня не раз провоцировали, причем куда удачнее», — подумала Тереса. «Или эта баба, несмотря на все свое плохое воспитание, чересчур наивна? Или у них и правда нет ничего, за что можно было бы зацепиться?» «Эти журналисты», — очень спокойно ответила она, — «по горло завязли в судебных исках, из которых им еще долго не выбраться. Что касается вас, вы что, действительно думаете, что я буду играть в полицейских и воров?» Наступил черед капитана. Он медленно повернулся и теперь смотрел прямо на нее. «Сеньора, у нас с коллегой есть работа, которую мы должны выполнять. В нее входят несколько текущих расследований». Он не очень уверенно бросил взгляд на записную книжку сержанта Монкада. «Единственная цель нашего визита — сказать вам об этом. Как любезно и как мило поставить меня в известность. Вот видите, мы хотели немного побеседовать с вами, узнать вас получше». «И заставить вас немного понервничать», — вставила сержант. Ее начальник покачал головой. «Сеньора не из тех, кто нервничает. Иначе она никогда бы не оказалась там, где она сейчас». Он чуть заметно улыбнулся улыбкой бегуна, которому еще далеко до финиша. «Надеюсь, следующая наша беседа будет проходить при более благоприятных обстоятельствах. Для меня». Тереса взглянула на пепельницу с единственным окурком, ее окурком, среди бумажных комочков. За кого ее принимает эта парочка? Ее путь был долгим и трудным. Слишком долгим и слишком трудным, чтобы терпеть сейчас разные киношные полицейские штучки. «Это просто пара чужаков, которые ковыряют в зубах, мнут бумажные платочки и так и норовят порыться в ящиках. Заставить ее понервничать, так сказала эта рыжая гадюка сержант». Внезапно на Тересу накатила злость. Она сидит тут и понапрасну тратит время, а ведь у нее есть дела поважнее. Например, выпить таблетку аспирина. Как только эти двое уберутся, она велит Тео подать в суд жалобу. А потом сделает несколько телефонных звонков. «Будьте любезны уйти». Она встала. А оказывается, сержант умеет смеяться. Вот только смеется, она как-то очень неприятно. Ее начальник встал одновременно с Тересой, но сержант продолжала сидеть на своем стуле, чуть наклонившись вперед, сжав пальцами край стола. И смеялась этим своим сухим, каким-то мутным смехом. Ах, значит, вот так, по-добру, по-здорову. И вы даже не попытаетесь прежде угрожать нам или купить нас, как этих мерзавцев из ОПКС. Мы были бы просто счастливы. Попытка подкупа при исполнении служебных обязанностей. Тереса открыла дверь. Там стоял Поттегальвис, толстый, настороженный. Он словно за все это время так и не сходил ни разу со своего места. И он наверняка не сходил, а руки держал немного отведенными от тела, ожидая. Тереса успокоила его взглядом. «Вы бодаетесь, как коза», — сказала она, обращаясь к сержанту Манкада. «Я такими вещами не занимаюсь». Наконец-то сержант поднялась, почти нехотя. Она в очередной раз высморкалась и теперь держала в одной руке смятый бумажный комок, в другой записную книжку. Она обвела глазами комнату, дорогие картины на стенах, окно с открывающимся из него видом на город и море. Она больше не скрывала злости. Ее начальник направился к двери, сержант за ним, но на полпути она остановилась возле Тересы, совсем близко, и спрятала книжку в сумку. «Ну, конечно, у вас есть люди, которые делают это за вас, верно? Она в упор смотрела на Тересу, и ее покрасневшие глазки так и пылали яростью. «Давайте не трусьте. Попробуйте один разок сделать это сами. Вы знаете, сколько получают жандармы? Наверняка знаете. И знаете, сколько людей гибнет и гниет заживо из-за всей этой мерзости, на которой вы делаете деньги. Почему бы вам не попробовать подмазать нас с капитаном? Я была бы просто счастлива выслушать ваше предложение, а потом вывести вас из этого кабинета пинками в наручниках». Она швырнула бумажный шарик на пол. «Сукина дочь». И все же есть какая-то логика. Об этом думала Тереса, переходя почти высохшее русло реки, от которой оставалось лишь несколько мелких лужиц с застоявшейся водой. Думала почти извне, отчужденно, до некоторой степени математически, как бы отключив чувства и эмоции. Спокойно систематизировала факты и особенно обстоятельства, находящиеся в начале и в конце этих фактов, помещая каждой из них по ту или другую сторону знаков, придающих порядок и смысл. Все это позволяло, в принципе, исключить вину или угрызение совести. Та разорванная пополам фотография, девушка с доверчивыми глазами, оставшаяся так далеко, в Синалоа, была ее индульгенцией. «Если уж речь зашла о логике, — думала она, — я не могу не двигаться туда, куда меня ведет эта логика». Однако не обошлось и без парадокса. Что бывает, когда не ждешь ничего, и каждое кажущееся поражение толкает тебя вверх, а ты бессонными рассветами ожидаешь того момента, когда жизнь исправит свою ошибку и ударит всерьез, навсегда. Ожидаешь настоящей ситуации. В один прекрасный день начинаешь верить, что, быть может, этот момент так и не наступит, а на следующей интуиция подсказывает, что ловушка-то именно в этом, заставит тебя уверовать, что он не наступит никогда. Так ты умираешь заранее, часами, днями, годами. Умираешь долго, спокойно, без криков и без крови. Умираешь тем больше, чем больше мыслишь и живешь. Ульфа полукольцом охватывая желтое здание гостиницы и запертые на зиму пляжные домики. Терессе нравилась Гуадальмина Баха в это время года. Пустынные пляжи, редкие игроки в гольф, мирно и неторопливо переходящие с места на место. Безмолвные зимой роскошные дома под защитой высоких стен, сплошь увитых бугенвилиями. Один из этих домов, он стоял почти на самой оконечности мыса, вонзающегося в море, принадлежал ей. Лас-Сьете-Готас гласило название, написанное на красивом изразце рядом с дверями. Своеобразная кульяканская ирония, понять которую здесь могли только она сама, да поте-гальвес. Со стороны берега можно было увидеть только высокую внешнюю стену, высовывающиеся из-за нее деревья и кусты, в их листве прятались видеокамеры, а еще крышу и четыре трубы. 600 квадратных метров застройки на участке площадью 5000 квадратных метров, подобие старинной усадьбы в мексиканском стиле, белое здание с деталями, выкрашенными охрой, терраса на верхнем этаже, обширное крыльцо, выходящее в сад, с изразцовым фонтаном и бассейном. Вдали виднелся корабль, сейнер, ведущий лов вблизи побережья, и Тереса некоторое время с интересом наблюдала за ним. Ее связь с морем не ослабла. Каждое утро, поднявшись с постели, Тереса первым делом бросала взгляд на это бесконечное пространство, синее, серое или фиолетовое, в зависимости от освещения и времени года. Она до сих пор машинально прикидывала силу волнения и направление ветра, даже когда никто из ее людей не работал в открытом море. Этот берег, запечатленный в ее памяти с точностью морской карты, оставался для нее хорошо знакомым миром, которому она была обязана и своими бедами, и своей удачей. Он оживлял образы, которые она старалась не вызывать из небытия слишком часто, чтобы сохранить их неизменными. Домик на песчаном берегу в Пальмонесе. Ночи в проливе, на катере, подскакивающем на волнах. Адреналин преследования и победы. Твердое и нежное тело Сантьяго Фестерры. По крайней мере, он был моим, думала она. Я потеряла его, но до этого он был моим. Это была тайная, только ей принадлежащая, рассчитанная до мелочей роскошь, предаваться воспоминаниям с косячком гашиша и стаканчиком текилы ночами, когда шум прибоя доносился с пляжа, просачиваясь сквозь ветви сада, безлунными ночами, когда она вспоминала то, что было, и себя, такой, какой она была тогда. Иногда она слышала рокот таможенного вертолета, без огней, пролетающего над пляжем, и ей приходило в голову, что, возможно, его ведет тот самый человек, которого она видела в своей больничной палате. Тот, кто преследовал ее и Сантьяго, летя над кильваторной струей старенького фантома, и кто потом бросился в море, чтобы спасти ей жизнь у камня Леона. Однажды, обозлившись, двое из людей Терессы, марокканец и гибралтарец, работавшие на лодках, предложили разобраться с пилотом птицы. Этим сукиным сыном. Устроить ему ловушку на суше и рассчитаться сразу за все. После разговора с ними Тересса вызвала доктора Рамоса и приказала ему довести до всех и каждого ее ответ, не меняя в нем ни одной буквы. «Этот парень делает свою работу точно так же, как мы делаем свою», — сказала она. «Таковы правила. И если однажды он рухнет в море или его подстерегут где-нибудь на пустынном пляже, это его дело. Сегодня ты выиграл, завтра проиграл». «Раз на раз не приходится. Но если кто-нибудь тронет хоть волосок на его голове, когда он не на работе, я прикажу содрать свиноватого шкуру клочьями». Все поняли? И все поняли. Связь Терессы с морем была еще и, так сказать, личной. Она не только созерцала его с берега. Ее синалоа от братьев Бенетти, 38 метров в длину и 7 в ширину, приписанная к порту на острове Джерси, стояла у причала в эксклюзивной зоне Пуэрто-Бануса, белая и импозантная, со своими тремя палубами и обликом классической яхты, мебель из тика и дерево Ироко, ванны, отделанные мрамором, четыре каюты для гостей и салон площадью 30 квадратных метров, в котором прежде всего бросалось в глаза полотно маслом кисти Монте-Гюдо-Сона, сражение между кораблями Спартиэйт и Антилья при Трафальгаре, приобретенное Тео Аль-Харафе для Терессы на аукционе Клеймор. Хотя Трансер-Нага пользовалась судами любого типа, Синалоа не участвовала ни в каких противозаконных делах. Это была нейтральная территория, собственный мир Терессы, доступ в который она строго ограничивала, не желая связывать его с остальной своей жизнью. Капитан, двое матросов и механик держали яхту на готове, чтобы она могла выйти в море в любую минуту, и Тересса часто совершала плавание. Короткие, одно-двухдневные или целые круизы, лившиеся порой две-три недели. Книги, музыка, телевизор с видеомагнитофоном. Она никогда не приглашала на борт гостей, за исключением Пати О'Фаррелл, время от времени сопровождавшей ее. Единственный, кто всегда находился рядом с ней, героически перенося качку, Поте Гальвес. Тересса любила эти долгие плавания в одиночестве, дни, когда не звонил телефон, и она могла вообще не разговаривать. Могла сидеть ночью в рубке рядом с капитаном, его, бывшего моряка торгового флота, нашел доктор Рамос, и он понравился Терессе именно своей немногословностью, браться самой за штурвал в плохую погоду, отключив автоматику, или проводить солнечные и спокойные дни в шезлонге на корме, с книгой в руках или глядя на море. А еще она любила сама возиться с двумя турбодизельными двигателями МТУ. Их мощь, 1800 лошадиных сил, позволяла Синалоа идти со скоростью 30 узлов, оставляя сзади прямую, широкую и мощную кильваторную струю. Тересса нередко спускалась в машинное отделение. Волосы заплетены в косы, лоб обвязан платком, и проводила там целые часы, независимо от того, где находилось судно, в порту или в открытом море. Она знала двигатели до последней детали. А однажды случилась авария при сильном восточном ветре с наветренной стороны от Аль-Борана, и она четыре часа проработала там, внизу, вместе с механиком, вся в смазке и машинном масле, ушибаясь отрубы и переборки, пока капитан старался удержать яхту на месте, чтобы ее не снесло в море и не расшибло о берег, и в конце концов поломку устранили. На борту Синалоа Тересса добиралась до Эгейского моря и Турции, до юга Франции, до Эолийских островов через пролив Бонифация, а нередко отдавала приказ взять курс на Болеары. Ей нравилось бросать якорь в спокойных бухтах северной части Ибисы и Майорки, почти пустынных зимой, и у песчаной косы, тянущейся между Форментерой и Лос Фреос. Там, напротив пляжа Де Лос Трокадос, у нее недавно произошла встреча с папарацци. Двое фотографов, постоянно крутившихся в морбелье, узнали яхту и приблизились к ней на морском велосипеде, чтобы сфотографировать Терессу. Потегальвис погнался за ними на надувной лодке, которая была на борту. Результат – пара сломанных ребер, очередная миллионная компенсация. Но даже несмотря на это, фотография появилась на первой полосе газеты «Лектурас». Королева юга отдыхает на Форментере. Она неторопливо возвращалась. Каждое утро, даже в редкие ветренные и дождливые дни, она совершала прогулку по песчаному берегу до Линде-Висты, одна. На холмике возле реки она разглядела одинокую фигуру Потегальвиса, наблюдавшего за ней издали. Ему запрещалось сопровождать ее во время этих прогулок, и он оставался на месте, не теряя ее из виду. Неподвижный часовой на расстоянии. Преданный, как пес, беспокойно ожидающий возвращения хозяйки. Тересса улыбнулась про себя. Между нею и Крапчатом со временем установилось некое молчаливое взаимопонимание, как между двумя сообщниками, связанными прошлым и настоящим. Его характерный синалуанский выговор, манер одеваться, вести себя, носить свои обманчиво тяжелые девяносто с лишним килограммов, его вечные сапоги из кожи игуаны и его индейское лицо с густыми черными усами, уже достаточно долго прожив в Испании, Потегальвис выглядел так, словно только что вышел из какой-нибудь Кульяканской таверны, значили для Терессы больше, чем она готова была признать. В действительности, бывший наемный киллер Бэтмена Гуэмеса был последней ниточкой, связывавшей ее с родной землей. Общая ностальгия, не требующая аргументов. Воспоминания, хорошие и плохие. Что-то до боли родное, проскальзывающее в слове, жести, взгляде. Тересса одалживала ему кассеты и компакт-диски с мексиканской музыкой. Хосе Альфредо, Чавелло, Висенте, Лос Туканес, Лос Тигрес, даже замечательные записи Лупиты Далессио. «Я стану твоей подругой, я стану тем, что захочешь, я стану тем, что попросишь». И, проходя под окном комнаты, которую занимал Потегальвис в конце дома, всякий раз слышала эти песни. А иногда она сидела в салоне, читая или слушая музыку, и Синалуанец задерживался на мгновение на почтительном расстоянии, в дверях или в коридоре, прислушиваясь или глядя на нее бесстрастным пристальным взглядом, который у него равнялся улыбке. Они никогда не говорили о Кульякане, о событиях, заставивших пересечься их пути. О покойном Катефьерусе, уже давно ставшем частью фундамента коттеджа в Нуэво-Андалусе. Лишь однажды обменялись несколькими словами обо всем этом. В сочельник Тереса отпустила прислугу, горничную кухарку, садовника и двух доверенных телохранителей марокканцев, обычно стоявших на посту у дверей дома и в саду, и, надев передник, сама приготовила чилорио, фаршированного краба, запеченного на решетке и кукурузные тортильи, и сказала киллеру, приглашаю тебя поужинать по-нашему крабчатой. В конце концов, Рождество — это Рождество. Давай, иди скорее, а то остынет. И они сидели в столовой с зажженными свечами в серебряных канделябрах, по одной на каждом углу стола, с текилой, пивом и красным вином, молча слушая музыку Тересы и другую, типично кульяканскую, крутую, которую Путе Гальвесу иногда присылали с родины. «Педро», «Инос» и их проклятый серый фургончик, «Травка», «Медальон на шее», «Баллада А», «Херардо», «Быстрая Сесна», «Двадцать женщин в черном». «Они ведь знают, я из Синалоа», — тихонько подпевали они вместе. «Не стоит мне бедой угрожать». А когда под конец Хосе Альфредо запел балладу о белом коне, любимую песню Путе Гальвеса, он слушал ее, опустив голову и время от времени кивая, будто соглашаясь с певцом. Она сказала, «Далеко же нас, черт возьми, занесло крапчатый». И он ответил, «Чистая правда хозяйка, только уж лучше слишком далеко, чем слишком близко». Некоторое время он сидел задумчиво, глядя на свою тарелку, потом поднял глаза. «Вы никогда не думали вернуться, Донья?» Тереса посмотрела на него так пристально, что киллер неловко заерзал на стуль и отвел взгляд. Открыл было рот, может, чтобы извиниться, но Тереса с легкой, словно откуда-то из дальнего далека, улыбкой пододвинула ему бокал вина. «Ты же знаешь, мы не можем вернуться», — сказала она. Путе Гальвес поскреб ногтями висок. «Ну, однако, я-то нет, конечно, а у вас есть средства, у вас есть связи и деньги. Уж наверняка захоти вы устроили бы все наилучшим образом». «А что ты будешь делать, если я надумаю вернуться?» Киллер снова уставился в свою тарелку, нахмурившись, будто такая мысль раньше не приходила ему в голову. «Ну, однако, не знаю, хозяйка», — не сразу произнес он. «Отсюда до Синало, куда как далеко, а до возвращения мне, скажу я вам, еще дальше. Но вы...» «Забудь об этом», — покачала головой Тереса, окутанная сигаретным дымом. «Мне совсем не хочется проводить остаток жизни, окопавшись в Чапультепике и все время оглядываясь через плечо». «Это уж точно. Но жалко-то как, а? Ведь дома-то до чего хорошо. Кто ж спорит?» «Это все правительство, хозяйка. Не будь правительство с политиками, да не будь еще этих грингу за Рио-Браво, ох, как бы там жилось. И даже не надо бы ничего, но вот ничегошеньки из всего этого, верно? Прожили бы на одних помидорах». А еще были книги. Тереса продолжала читать. Много, все больше. С течением времени крепло ее убеждение в том, что мир и жизнь легче понять через книгу. Теперь у нее было много книг, расставленных по размеру и сериям на дубовых полках, занимавших все стены библиотеки. Она выходила на юг в сад, в ней стояли очень удобные кожаные кресла, было хорошее освещение, и Тереса сидела там и читала вечерами или в холодные дни. В солнечные же дни она выходила в сад, устраивалась в одном из шезлонгов под навесом у бассейна, там была решетка-гриль, на которой по воскресеньям Потте Гальвес готовил сильно, как принято в Мексике, пережаренное мясо, и часами жадно поглощала страницу за страницей. Она всегда читала одновременно две-три книги, что-то историческое, ее зачаровывала история Мексики эпохи прибытия испанцев, Кортес и все связанное с этим, любовный роман или что-либо приключенческое, связанное с раскрытием тайн, плюс какой-нибудь из трудных книг. На них уходило немало времени, и не все ей удавалось понять до конца, однако, закончив читать такую книгу, она всегда испытывала ощущение, что в ней, где-то глубоко внутри, поселилось нечто новое, иное. Вот так она и читала, все вперемешку. Знаменитая книга, которую ей рекомендовали буквально все сто лет одиночества, показалась скучноватой, ей больше нравился Педро Парамо, зато она получила большое удовольствие от детективов Агаты Кристи и историй о Шерлоке Холмсе, и не меньшее от таких трудных книг, как, например, «Преступление и наказание», «Красное и черное» или «Будденброке», истории молодой девушки из богатой семьи и самой этой семьи, жившей в Германии по меньшей мере век назад. Она прочла также старинную книгу, повествующую о Троянской войне и о странствиях война Одиссея, и там ей попалась фраза, которая произвела на нее сильное впечатление. «Для побежденных одно лишь спасение, спасение не ждать ниоткуда». Книги Проходя мимо набитых книгами полок и прикасаясь к корешку графа Монте-Кристо, Тереса всякий раз думала о Патти О'Фаррелл. Как раз накануне вечером они говорили по телефону. Они разговаривали каждый день, хотя, бывало, по несколько дней не виделись. Как жизнь лейтенант, как дела мексиканка. К тому времени Патти уже отказывалась от какой бы то ни было деятельности, непосредственно связанной с бизнесом. Она только получала причитающиеся ей суммы и тратила их. Кокаин, алкоголь, девочки, путешествия, одежда. Она уезжала в Париж или в Майами и проводила там время в свое удовольствие и в своем духе. Делами она не интересовалась. «Чего ради», — говорила она, «ведь ты управляешь всем, как Бог». Она по-прежнему попадала в неприятные истории, небольшие конфликты, которые легко улаживались с помощью ее знакомых, ее денег и вмешательства Тео. Проблема заключалась в том, что нос и здоровье у нее буквально разваливались на куски. Больше грамма кокаина в день, тахикардия, проблема с зубами, темные круги под глазами. Ей слышались странные шумы, она плохо спала, включала музыку и через несколько минут выключала ее, забиралась в ванну или в бассейн и тут же, охваченная тревогой, выскакивала обратно. Кроме того, она любила пустить пыль в глаза и была неосторожна, болтлива. Она болтала слишком много и с кем угодно. А когда Тереса упрекала ее, тщательно выбирая слова, Патти отмахивалась, слов при этом особо не выбирая. «Мое здоровье, моя щель, моя жизнь и моя доля в деле — мои», — говорила она. «Ведь я же не сую нос в твои шашни с Тео и в то, как ты распоряжаешься этими чертовыми финансами». Одним словом, надеяться было уже не на что, и Тересе никак не удавалось найти выход из своего внутреннего конфликта. Ей не помогали даже всегда разумные советы Языкова, с которым она по-прежнему виделась время от времени. «Это плохо кончится», — сказал ей как-то раз человек из Солнцева. «Да. Единственное, чего я тебе желаю, Тесса, не слишком запачкаться, когда этот конец наступит. И еще, чтобы тебе не пришлось принимать решение». Звонил сеньор Альхарафа, хозяйка, говорит, «Дело уже сделано». «Спасибо, крапчатый». Она прошла через сад. Телохранитель следовал за ней на расстоянии. Дело, о котором шла речь, было получение очередного платежа от итальянцев. Перевод должен был поступить на счет в банке на острове Гран-Кайман, а 15% — отмыться в одном из банков Цюриха. Значит, все в порядке. Еще одна хорошая новость. Воздушный мост продолжал регулярно действовать, бомбардировки тюками кокаина, прикрепленными к плотикам с самолетов, летящих на малой высоте, техническое новшество, введенное доктором Рамосом, давали великолепные результаты, а новый маршрут, открытый совместно с колумбийцами через Гаити, Доминиканскую республику и Ямайку, оказался на удивление рентабельным. Заказы на кокаиновую основу для европейских подпольных лабораторий росли, и Транссернага, благодаря Тео, только что получила хороший канал для отмывания долларов через лотерею в Пуэрто-Рико. Интересно, сколько еще продлится эта полоса везения, подумала Тереса. Ее рабочие отношения с Тео были отличными, а те, другие, личные, у Тересы язык не повернулся бы назвать их взаимным чувством, протекали в разумном русле. Она не принимала его в своем доме в Гуадальмине. Они встречались обычно в гостиницах, почти всегда во время деловых поездок, или в старинном доме на улице Анча в Марбелии, который он заново отделал. Никто из них не вкладывал в эту игру больше необходимого. Тео был любезен, воспитан, хорош в постели. Они вместе несколько раз путешествовали по Испании, а также Франции и Италии. Париж показался Тересе скучным, Рим разочаровал, но зато совершенно очаровала Венеция. Однако оба сознавали, что их отношения развиваются в ограниченном, заранее размеченном пространстве. Тем не менее, присутствие этого мужчины порождало особенные, насыщенные, яркие моменты, и они складывались для Тересы в нечто вроде мысленного альбома, подобно фотографиям, способным примирить ее с некоторыми вещами и сторонами собственной жизни. Наслаждение, к которому он тщательно и внимательно подводил Тересу, закатный свет, льющийся сквозь ветви римских пиней и растекающийся по камням Колизея, старинный замок на берегу очень широкой реки в зеленых берегах, носящий имя Луара, с маленьким ресторанчиком, где она впервые отведала фуа-гра и вино под названием Шато-Марго. И тот рассвет, когда Тереса подошла к окну и увидела Венецианский залив, похожий на пластину полированного серебра, она медленно накалялась багрянцем и заснеженные гондолы, покачивающиеся у белого причала напротив гостиницы. Черт побери. Потом Тео, обнаженный, как и она, подошел и обнял ее сзади, и они стояли вместе, любуясь пейзажем. Чтобы иметь возможность жить так, шепнул он ей на ухо, лучше не умирать. И Тереса рассмеялась. С Тео она часто смеялась. Ее забавляли его взгляд на жизнь, его корректные шутки, его изящный юмор. Он был образован, начитан, рекомендовал и дарил ей книги, которые почти всегда ей очень нравились, много путешествовал, умел общаться с официантами, с портье дорогих отелей, политиками, банкирами. Порода и воспитание проглядывали в его манерах, в красивых движениях рук, в смуглом и худом профиле испанского орла. И в постели он нравился ей, потому что хорошо делал свое дело и обладал холодным умом. Однако временами он становился неловок и докучлив, иногда принимался говорить о своей жене и дочерях, о супружеских проблемах, одиночестве и тому подобных вещах. В таких случаях Тереса тут же переставала прислушиваться к его словам. Странно, до чего же бывает сильно в некоторых мужчинах стремление что-то установить, объяснить, определить, оправдаться, отчитаться в том, о чем его никто не спрашивает. Ни одной женщине это не нужно. Но вообще Тео хорошо соображал, что к чему. Никто из них ни разу не сказал другому «я тебя люблю», ни этих слов, ни других подобных. Тереса просто не могла этого сделать, а в Тео говорила его всегдашняя осторожность во всем, вплоть до мельчайших деталей. Они знали, как надо себя вести, как сказали бы в Синалоо, свиньи, но не скоты. Глава 14. Останутся лишние шляпы. То, что удача приходит и уходит, истинная правда. После хорошего периода год начался плохо, а к весне все стало еще хуже. Помимо невезения были и другие проблемы. Самолет Скаймастер 337, совершая ночной рейс с двумя сотнями килограммов кокаина на борту, разбился неподалеку от Табернаса. Летчик, поляк Карасик, погиб. Происшествие насторожило испанские власти, и они усилили воздушное наблюдение. Вскоре внутренние разборки между марокканскими контрабандистами, армией и королевской жандармерией осложнили отношения с людьми из Эр-Рифа. Несколько надувных лодок было захвачено при неясных обстоятельствах по обе стороны Гибралтарского пролива, и Тересе пришлось отправиться в Марокко, чтобы как-то нормализовать ситуацию. Полковник Абдель-Кадер Чаиб после смерти старого короля Хассана II утратил былое влияние, а для того, чтобы наладить надежное сотрудничество с новыми сильными людьми от Гашиша, потребовалось определенное время и много денег. В Испании усилилось давление судебных инстанций, подстрекаемых прессой и общественностью. Несколько легендарных галисийских хозяев муки потерпели крах, и даже у мощного клана Корбейра возникли проблемы. А в начале весны одна из операций Транс-Эрнага закончилась неожиданным провалом. В открытом море на полпути между Азорскими островами и мысом Сан-Висенте торговое судно Аурелио Кармона взяли на абордаж таможенники. В трюмах обнаружили бобины промышленного льна в металлических оболочках, выложенных изнутри алюминиевыми и свинцовыми пластинами, чтобы ни рентгеновские, ни лазерные лучи не обнаружили внутри кокаин, общим весом пять тонн. Не может быть, сказала Тереса, узнав об этом. Во-первых, у них не могло быть этой информации. Во-вторых, мы уже которую неделю следим за этим чертовым петрелем, так называлось абордажное судно таможенников, а он никуда не отлучался с места стоянки. Для этого у нас есть там человек, и мы ему платим. И тогда доктор Рамос, спокуривая свою трубочку так спокойно, словно он потерял не пять тонн, а жестянку с табаком, ответил, потому Петрел и не выходил из порта, шеф. Они оставили его спокойно стоять у стенки, чтобы усыпить наше внимание, а сами потихоньку вышли в море со своим абордажным снаряжением и зодиаками на буксире, который предоставил торговый флот. Этим парням известно, что у нас есть крот в таможенной службе наблюдения, вот они и отплатили нам той же монетой. Тересу встревожил случай с Аурелио Кармоне. Не из-за потери груза, колонки потерь выстраивались рядом с колонками прибыли и считались плановыми расходами. Было очевидно, что кто-то донес, и таможенники владеют полезной для себя информацией, нам здорово влупили, призналась себе Тереса. Потенциальным доносчиком, насколько она себе представляла, могли быть либо голисийцы, либо колумбийцы, либо ее собственные люди. Соперничество с кланом Карбейра продолжалось, хоть и без зрелищных стычек, они просто аккуратно ставили друг другу подножки и придерживались выжидательной тактики. Давай, мол, действуй, а я подожду. Я не буду делать ничего, чтобы тебя подставить, но уж если оступишься, то прости прощай. Информация могла просочиться от них, начиная с общих поставщиков. Если же это колумбийцы, тут мало что можно предпринять, разве только сообщить им о случившемся, чтобы они сами навели порядок в своих рядах. И третий, последний вариант, утечка имела место в самой Транс-Сарнага. Во избежание дальнейших неприятностей следовало принять новые меры предосторожности, ограничить доступ к важной информации и подбросить ложную, отслеживая движение которой можно будет понять, откуда исходит опасность. Как говорят в Испании, узнать птицу по ее дерьму. «Ты подумала на Патрисию?» спросил Тео. «Придержи язык, парень, не пари чепухи». Этот разговор происходил в Ла-Аль-Мураеме, бывшем монастыре в двух шагах от Аль-Хесироса. Живописно расположенный среди густых рощ пробкового дуба, он уже давно превратился в небольшую гостиницу с рестораном, который специализировался на блюдах из дичи. Время от времени Тереса и Тео приезжали сюда на пару дней, занимали по-деревенски простую и строго обставленную комнату, окнами выходящую на старинную обитель. Сейчас, поужинав, запеченный оленьей ногой и грушами в красном вине, они курили, попивая коньяк и текилу. Ночь была теплой и приятной для этого времени года, и через распахнутое окно слышалось пение сверчков и журчание старого фонтана. «Я же не говорю, что она сливает кому-то информацию», возразил Тео. «Я говорю только, что она стала не в меру болтливой и неосторожной. Плюс к тому, общается с людьми, которых мы не контролируем». Тереса посмотрела в окно. Лунный свет сочился сквозь виноградные листья, беленые стены, тронутые временем каменные арки. Еще одно место, напоминающее Мексику. «От всего этого до захвата купца путь долгий», сказала она. «А кроме того, кому она может об этом рассказать?» Тео некоторое время внимательно смотрел на Тересу. «А никого особенной не требуется», произнес он наконец. «Ты же видела, как она ведет себя в последнее время. Какие-то бредни, бессмысленные фантазии, параноидальные заносы, капризы. И все время болтает. Словечко тут, словечко люди подводят. Даже Томас Пестанье начал держать дистанцию, так, на всякий случай. А этот старый лис чует беду за милю, как ревматик приближения дождя. Пока еще нам кое-как удается заставлять его плясать под свою дудку, но если пойдут скандалы, а на него станут чересчур давить, в конце концов он сбежит, как крыса с тонущего корабля. Он выдержит, мы слишком много о нем знаем. Знать не всегда бывает достаточно, покачал головой Тео. В лучшем случае это может нейтрализовать его, но продолжать вряд ли заставит. У него полно собственных проблем. Если на него слишком навалится, он может испугаться. А всех полицейских и всех судей купить невозможно. Он пристально взглянул на нее. Даже мы этого не можем. Так что же по-твоему, я должна взять Патти за холку и трясти, пока не расскажет, что и кому она говорила, а что нет? Нет, я только советую тебе держать ее в стороне. Она имеет то, что хочет, а нам совершенно ни к чему, чтобы она по-прежнему была в курсе всех дел. Это неправда. Ну почти всех. Она шатается по офису, как по собственной квартире. Тео многозначительно постучал указательным пальцем по кончику носа. Теряет контроль над собой уже давно. И ты тоже. Я имею в виду контроль над ней. Его тон, подумала Тереса. Не нравится мне его тон. Мой контроль мое дело. Она по-прежнему мой компаньон, жестко ответила она. И твоя хозяйка. По губам адвоката скользнула усмешка. Он посмотрел на Тересу так, словно пытался понять, всерьез ли она сказала это, но промолчал. Любопытные у вас отношения, заметил он однажды. Странные. Отношения, замешанные на дружбе, которой больше нет. Если ты обязан ей чем-то, ты уже с лихвой расплатилась. Что же касается ее... Она по-прежнему влюблена в тебя, в конце концов произнес Тео после затянувшегося молчания, тихонько покачивая коньяк в огромном бокале. Вся проблема в этом. Он проговорил эти слова тихо, медленно, чуть отделяя одно от другого. Не смей, подумала Тереса, не смей лезть в это, только не ты. Странно, что это говоришь ты, ответила она, ведь это она познакомила нас. Она привела тебя в дело. Тео сжал губы, отвел глаза, потом снова устремил их на Тересу, казалось он в раздумье, словно делает выбор между двумя объектами своей преданности или вернее взвешивает свою преданность одному из них. Преданность далекую, полинявшую, изжившую себя. Мы с ней хорошо знаем друг друга, заговорил он наконец, или знали. Поэтому я отдаю себе отчет в том, что говорю, она с самого начала предвидела, что произойдет между нами, тобой и мной. Я не знаю, что было в Эль-Пуэрто де Санта Мария, да мне это и не важно. Я ведь никогда не задавал тебе вопросов, но она не забывает. И тем не менее, настойчиво повторила Тереса, именно Пати свела нас с тобой. Тео набрал в легкий воздух, будто собираясь вздохнуть, но так и не вздохнул. Он смотрел на свою левую руку на столе, на обручальное кольцо. Может, она знает тебя лучше, чем ты думаешь, ответил он. Может, подумала, что тебе нужен кто-то в разных качествах и что со мной ты не рискуешь. Не рискую? Чем? Влюбиться. Осложнить себе жизнь. Он улыбался, и от этого показалось, что он шутит. Возможно, она увидела во мне замену, а не соперника. Пожалуй, в некотором смысле она была права. Ведь ты никогда не позволяла мне переступать черту. Мне перестает нравиться этот разговор. Как будто услышав ее слова, в дверях появился потай Гальвис. В руке он держал мобильный телефон и выглядел мрачнее обычного. Что случилось, крапчатый? Киллер нерешительно топтался у порога, не переступая его. Почтительный, как всегда. «Простите, что помешал», выговорил он наконец, «но сдается мне, это что-то важное. Похоже, у сеньоры Патрисии проблемы». «Это больше, чем проблема», поняла Тересса, оказавшись в отделении скорой помощи городской больницы в Марбелье. Обстановка была типичной для субботнего вечера. Неотложки во дворе, носилки, голоса, люди в коридорах, суетящиеся врачи и медсестры. Патти сидела в кабинете одного из врачей, наброшенный на плечи жакет, перепачканные землей брюки, недокуренная сигарета в пепельнице, вторая зажата в пальцах, на лбу свежий синяк, на руках и блузки пятна крови. Чужой крови. А еще двое полицейских в коридоре, мертвая девушка на носилках и машина, новенький ягуар Патти с откидным верхом, разбившийся от дерева на повороте шоссе к ронде. На полу пустые бутылки по сиденьям рассыпано добрых граммов десять кокаина. Вечеринка объяснила Патти. Мы ехали с этой проклятой вечеринки. Язык у нее заплетался на лице недоумение и растерянность, как будто она не вполне понимала, что происходит. Тереса знала погибшую, смуглую, похожую на цыганку девушку, в последнее время не отходившую от Патти. Ей только что исполнилось восемнадцать, но она была порочна, многоопытна и бесстыжа, как женщина за пятьдесят. Девушка погибла на месте. Врезалась лицом в ветровое стекло, когда Патти, задрав ей юбку до самых бедер, ласкала ее на скорости сто восемьдесят километров в час. Проблемой больше, проблемой меньше. Холодно пробормотал Тео с облегчением переглянувшейся с Тересой, когда они стояли над телом, накрытым простыней, набрягшей от крови с одной стороны головы, половина мозга сказала им, кто-то осталась на капоте среди осколков разбитого стекла. А теперь взгляни на это с другой стороны, с хорошей. В конце концов, мы избавились от этой маленькой хищницы, от ее выходок, от ее шантажа, разве нет? Это была опасная компания при сложившихся обстоятельствах. Что же касается Патти, кстати, к разговору о том, я думаю, что случилось бы, если бы «Закрой рот», прервала его Тереса, или «Клянусь, ты покойник». И сама вздрогнула. Внезапно она увидела себя словно со стороны, как она произносит эти слова, не обдумывая, а будто выплевывая, как они и пришли ей в голову, тихим голосом, без размышлений и колебаний. Я просто начал Белотео. Вдруг его улыбка точно замерла на губах, и он воззрелся на Тересу, будто видел ее впервые. Потом как-то растерянно огляделся по сторонам, опасаясь, что кто-нибудь мог услышать. Он был бледен. «Я просто шутил», наконец, договорил он. Сейчас униженный или испуганный, он выглядел куда менее привлекательным. И Тереса не ответила. Ей было не до него. Она сосредоточилась на самой себе. Шарила внутри себя, ища лицо женщины, которая произнесла вместо нее те слова. К счастью, подтвердили полицейские, не пати находилась за рулем, когда машину занесло на повороте, и это исключало обвинения в непредумышленном убийстве. Относительно кокаина и всего остального дело можно было уладить с помощью денег, очень тактичных действий, соответствующих хлопот и подходящего судьи, при условии, что пресса не будет чересчур вмешиваться. Жизненно важная деталь. Потому что эти вещи, сказал адвокат, время от времени он с задумчивым видом искоса поглядывал на Тересу, начинаются с сообщения затерявшегося среди прочих в отделе происшествий, а заканчиваются шапками на первых полосах газет. Так что надо быть осторожнее. Потом, когда с формальностями было покончено, Тео остался позвонить в несколько мест и пообщаться с полицейскими, по счастью, муниципалами Алькальда Пистаньи, а не жандармами из дорожного патруля, Апоте Гальвес подогнал к двери джип Чироки. Они аккуратно вывели Пати, пока никто не успел проболтаться или репортеры не разнюхали о происшедшем. В машине, привалившись к Тересе, вдыхая свежий ночной воздух, струящийся из полуопущенного переднего окна, Пати немного пришла в себя. «Как жалко!» тихо повторяла она. По ее лицу то и дело проносились блики встречных фар. «Как жалко!» глухим, убитым голосом не совсем внятно выговаривая слова. «Как жалко эту девочку! И тебя тоже, мексиканка!» прибавила она, помолчав. «Мне наплевать, чего тебе там жалко!» раздраженно ответила Тереса, глядя на светофор поверх плеча Путе Гальвеса. «Пожалей лучше свою чертову жизнь!» Пати молча отодвинулась, прислонилась головой к стеклу окна. Тереса неловко поерзала на сиденье. Черт побери! Дважды за этот час она сказала то, чего не собиралась говорить. А кроме того, на самом деле она не сердилась. Вернее, сердилась, но не столько на Пати, сколько на саму себя. В общем-то, ответственность за все лежала на ней, или она считала, что на ней. Почти за все. Поэтому через несколько минут она взяла подругу за руку, такую же холодную, как неподвижное тело, оставшееся в больнице, под пропитанной кровью простыней. «Ну, как ты там? Жива?» Тихо спросила она. «Жива», ответила Пати, не отодвигаясь от окна. Она снова оперлась на руку Тересы, лишь когда выходила из машины. Раздевать ее не стали. Как только ей помогли лечь, она уснула, беспокойно, неглубоко. Во сне Пати все время металась и вскрикивала. Тереса долго сидела в большом кресле рядом с кроватью. Три сигареты, одна за другой, и большой стакан текилы. Сидела почти в темноте и думала. Думала. Небо за раздвинутыми шторами было усыпано звездами, в море, за погруженным во мрак садом и пляжем двигались далекие огоньки. Наконец Тереса встала, собираясь идти к себе в спальню, но в дверях остановилась и, подумав, вернулась. Подойдя к кровати, легла рядом с подругой на самый краешек, стараясь не разбудить ее, и долго лежала так, слушая измученное, надрывное дыхание и продолжая думать. Ты не спишь, мексиканка? Нет. Прошептав это, Пати чуть придвинулась. Теперь их тела слегка соприкасались. Мне очень жаль, что все так вышло. Не беспокойся, постарайся уснуть. Опять воцарилось молчание. Ему же целую вечность не случалось быть вот так, вдвоем, наедине, вспомнила Тереса. Почти с самого Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария. Или даже без почти. Она лежала неподвижно с открытыми глазами, прислушиваясь к неровному дыханию подруги. Теперь Пати тоже не спала. У тебя есть сигареты, спросила она, помолчав? Только мои. Давай, сойдут и твои. Тереса встала, подошла к комоду, где лежала сумочка, и достала две сигареты Бессонта с гашишем. Огонек зажигалки осветил лицо Пати. Набухший фиолетовый синяк на лбу, распухшие пересохшие губы, мешки от усталости под глазами, пристальный взгляд на Тересу. Я думала, нам удастся это сделать, мексиканка. Тереса снова улеглась на спину с краю, взяла с тумбочки пепельницу и поставила на живот. Все очень медленно, чтобы дать себе время подумать. Мы это сделали, произнесла она наконец. Мы добились очень многого. Я имела в виду не это. Тогда я не знаю, о чем ты. Пати придвинулась ближе, повернулась на бок. Она смотрит на меня в темноте, подумала Тереса, или вспоминает меня. Я думала, что смогу это выдержать, сказала Пати. Мы с тобой вместе, вот так. Я думала, у нас получится. Как странно все это, размышляла Тереса. Лейтенанто Фаррелл, та же самая. Как странно и как далеко. И сколько трупов за спиной на этом пути. Трупов людей, которых мы, живые, убиваем, сами того не желая. Никто никого не обманывал. Сказав это, она поднесла к губам сигарету. Огонек ярко разгорелся между пальцами. Я там же, где была всегда. Она задержала в легких дым, выдохнула. Я никогда не хотела. Ты правда так считаешь, что ты не изменилась? Тереса раздраженно покачала головой. Что касается Тео, начала она, ради бога, презрительно рассмеялась Пати. Тереса чувствовала, как все тело подруги сотрясается от этого смеха. К черту, Тео! Опять наступило молчание, на сей раз долгое. Потом Пати снова тихо заговорила. Он спит с другими, ты знаешь об этом? Тереса пожала плечами, мысленные, на самом деле понимая, что Пати не заметит ни того, ни другого. Я не знала, подумала она. Может, и подозревала, но дело не в этом. Оно всегда было не в этом. Я никогда ничего не ждала, продолжала Пати каким-то отсутствующим голосом. Только ты и я, как прежде. Тересе захотелось сделать ей больно. Из-за Тео. Счастливые времена Эль-Пуэрто де Санта-Мария, правда? Язвительно произнесла она. Ты и твоя мечта. Сокровище Аббата Фария. Никогда еще они не иронизировали на эту тему. Никогда не говорили об этом вот так. Пати молчала. Ты тоже была в этой мечте, мексиканка, наконец послышалась в темноте. Слова прозвучали одновременно оправданием и упреком. К черту, подумала Тереса, это не моя игра. Ни тогда, ни сейчас. Так что к черту. Мне наплевать, произнесла она вслух. Я в нее не просилась. Это было твое решение, а не мое. Это правда. Иногда жизнь мстит человеку, исполняя его желания. Это ко мне тоже не относится, подумала Тереса. Я не желала ничего. Это самый большой парадокс моей чертовой жизни. Она загасила сигарету и, повернувшись к тумбочке, поставила пепельницу. Мне никогда не приходилось выбирать, сказала она. Никогда. Все пришло само. Так что мне оставалось только вписаться. И точка. А мне? Да, подумала Тереса. Именно к этому все и сводится. Не знаю. В какой-то момент ты отстала, поплыла по течению. А ты в какой-то момент превратилась в настоящую сукину дочь. Наступила долгая пауза. Обе лежали неподвижно. Не хватало только стука решетки или шагов надзирательницы в коридоре, а то можно было бы подумать, что они в Эль-Пуэрто. Старый ночной ритуал дружбы. Эдмон Дантес и Аббат Фария мечтают о свободе и строят планы на будущее. Я думала, у тебя есть все, что нужно, сказала она. Я заботилась о твоих интересах, я помогала тебе заработать много денег, я рисковала и работала, разве этого мало? Патя ответила не сразу. Я была твоей подругой. Ты и есть моя подруга, поправила Тереса. Была. Ты же не остановилась, чтобы оглянуться. А есть вещи, которые никогда, черт побери. Несчастная жена, страдающая от того, что муж много работает и не думает о ней столько, сколько она заслуживает. Ты к этому гнешь? Я никогда не претендовала. В Тересе нарастало раздражение. Все дело только в этом, сказала она себе. Патя не права, поэтому я излюсь. Лейтенант, черт бы ее побрал, или то, что от нее осталось, кончит тем, что повесит на меня все и вся, вплоть до сегодняшнего трупа. Мне и тут приходится подписывать чеки, платить по счетам. Да будь ты проклята, Патя, кончай разыгрывать сцены из дешевых сериалов. Понятно, я и забыла, что нахожусь в присутствии королевы Юга. Она произнесла эти слова со смехом, тихим, прерывистым, отчего они прозвучали еще более едко. Только подлила масло в огонь. Тереса приподнялась на локте. В висках у нее застучала глухая ярость, головная боль. Что я тебе должна? Давай скажи мне это прямо в глаза. Скажи, и я расплачусь с тобой. Патя лежала неподвижной тенью в свете луны, видневшейся в уголке окна. Речь не об этом. Не об этом? Тереса придвинулась ближе, настолько близко, что ощущала дыхание Патя. Я знаю, о чем речь. Потому ты и смотришь на меня так странно. Считаешь, что отдала чересчур много, а взамен получила слишком мало. Аббат Фария доверил свою тайну не тому человеку, верно? Глаза Патя блестели в темноте. Две одинаковые неяркие искорки, два отражения лунного света за окном. Я никогда ни в чем тебя не упрекала, очень тихо произнесла она. От бьющего света луны в глазах защипала. А может, не от луны, подумала Тереса. Может, мы обе с самого начала обманывались. Лейтенанту Фаррелл и ее легенда. Внезапно ей захотелось рассмеяться. Какая же я была молодая и глупая. Потом накатила волна нежности, залившая ее до кончиков пальцев, до полу раскрывшихся от удивления губ. А затем ее сменил приступ злости, пришедший как помощь, как решение, как утешение, поданное той Тересой, что всегда подкарауливало ее в зеркалах и среди теней. И она приняла его с облегчением. Ей необходимо что-нибудь, что стерло бы эти три странные секунды, заглушило бы их жестокостью, отсекло, как удар топора. Ее вдруг охватило абсурдное желание резко повернуться к Пати, усесться на нее верхом, яростно встряхнуть ее, а может ударить, сорвать одежду с нее из себя и крикнуть, но сейчас ты получишь все сполна, одним махом, и наконец-то наступит мир. Однако она знала, что дело не в этом. Знала, что этим не оплатить ничего, и они уже слишком далеки друг от друга, потому что идут каждая своей дорогой, которым больше не суждено пересечься. И в двух искорках, светившихся совсем рядом с ее лицом, она прочла, что Пати понимает это так же ясно, как и она. Я тоже не знаю, куда иду. Так сказала она. А потом придвинулась еще ближе к той, кто некогда была ее подругой и молча обняла ее. Нечто внутри у нее сломалось, рухнуло, и этого уже не поправить. Бесконечное безутешное горе. Будто девушка с разорванной фотографией, та с большими удивленными глазами, вернулась, чтобы заплакать у нее в душе. Лучше бы тебе знать, мексиканка, потому что ты можешь дойти. Остаток ночи они пролежали обнявшись неподвижно. Патрисия О'Фаррелл покончила с собой три дня спустя в своем доме в Марбелье. Горничная нашла ее в ванне, голую, по шею в холодной воде. На полочке и на полу валялось несколько упаковок от снотворного и бутылка из-под виски. Патти сожгла в камине все личные бумаги, фотографии и документы, однако не оставила никакой прощальной записки. Ни для Терресы, ни для кого другого. Она ушла из жизни осторожно, прикрывая дверь, чтобы не шуметь. Терреса не поехала на похороны. Не поехала даже взглянуть на тело. Тем же вечером, когда Тео Аль-Харафе сообщил ей по телефону о случившемся, она взошла на борт Синалоа, единственными ее спутниками были члены экипажа и ипоты Гальвис, и провела двое суток в открытом море, сидя в шезлонге на корме и глядя на кельваторную струю корабля, не разжимая губ. Она даже не читала. Смотрела на море, курила. Иногда пила текилу. Время от времени на палубе слышались шаги Потте Гальвиса, который всегда оставался где-нибудь поблизости, но на расстоянии. Приближался к ней только когда наступало время обеда или ужина. Молча стоял, облокотившись на перила, пока хозяйка не качала головой и потом снова исчезал. Например, принести ей куртку, если облака закрывали солнце или становилось холодно после заката. Члены команды держались еще дальше. Несомненно, Синолуанец дал им соответствующие инструкции и они старались не попадаться ей на глаза. Только дважды Тереса обратилась к капитану. В первый раз, когда, поднявшись на борт, приказала «плывите, пока я не скажу хватит, мне наплевать куда», а во второй раз, когда через двое суток, стоя на мостике, обернулась к нему и сказала «возвращаемся». Эти сорок восемь часов Тереса и пяти минут подряд не думала о патио Фаррелл, да, впрочем, и ни о чем другом. Когда перед ее мысленным взором возникал образ подруги, всякий раз колыхание моря, кружащее вдали чайка, блики света на волнах, урчание двигателя под палубой, ветер, бросающий волосы в лицо, занимали все полезное пространство ее мозга. Великое преимущество моря в том, что можно часами смотреть на него, не думая, даже не вспоминая, позволяя к элеваторной струе уносить воспоминания с такой же легкостью, с какой они приходят, расходиться, встречаясь с ними, как расходиться, встречаясь в ночи огоньки кораблей. Тереса научилась этому у Сантьяго Фестеры. Такое бывает только в море, потому что оно жестоко и эгоистично, как человек, а кроме того, в своей ужасной простоте не ведает смысла сложных слов, сожаления, раны, угрызения совести. Возможно, поэтому ему дано унимать боль. Ты можешь узнать себя в нем или найти себе оправдание, пока ветер, свет, качка, шум воды, рассекаемый корпусом корабля, творят чудо-отстранение, успокаивая до почти полного отсутствия боли любые сожаления, любую рану и любые угрызения совести. В конце вторых суток погода переменилась, барометр за три часа упал на пять делений и задул крепкий восточный ветер. Капитан поглядывал то на Тересу, по-прежнему сидевшую на корме, то на поты Гальвеса. В конце концов, сеналуанец подошел к ней и сказал, «Погода портится, Донья. Может, вы хотите отдать какой-нибудь приказ?» Тереса молча взглянула на него, и он, пожав плечами, вернулся к капитану. В ту ночь, при шести-семибальном восточном ветре, сеналуа шла с работающими в пол силы двигателями, раскачиваясь, меняя галсы, чтобы держаться носом к волне и ветру, и в темноте пена захлестывала носа капитанский мостик. Тереса поднялась в рубку. Отключив автоматику, сама встала у руля, озаренная красной подсветкой нактоуза, одна рука на ручке штурвала, другая на рукоятках скорости, а капитан, вахтенный матрос и накачавшийся биодромином поте Гальвес наблюдали за ней из задней каюты, цепляясь за стулья и стол и разливая кофе из чашек всякий раз, когда сеналуа заваливалась на борт. Трижды Тереса выходила, добиралась до подветренного планшира, где ее хлистали вода и ветер, и извергала за борт содержимое желудка, потом молча возвращалась к штурвалу, растрепанные мокрые волосы, темные круги от бессонницы под глазами и закуривала очередную сигарету. Прежде ее не укачивала никогда. К рассвету шторм утих, ветер ослаб, и сероватый свет разгладил тяжелое, как свинец, море. Тогда она приказала возвращаться в порт. Олег Языков приехал к завтраку. Джинсы, незастегнутый темный пиджак поверх спортивной рубашки, кроссовки. Светловолосый, спокойный, по-прежнему крепкий, хотя за последнее время несколько раздался в талии. Тереса принимала его на просторном, выложенном красновато-кирпичной плиткой крыльце, выходящем в сад, к бассейну и лужайке, которая тянулась под ивами до самой стены рядом с пляжем. Они не виделись почти два месяца, с того самого вечера, когда за ужином Тереса предупредила его о грядущем неизбежном закрытии European Union, русского банка на острове Антигуа, при помощи которого языков переводил деньги в Америку. Это предупреждение избавило человека из Солнцева от нескольких проблем и помогло сохранить немалые суммы. Сколько времени Тесса? Да. На сей раз инициатором встречи был он. Телефонный звонок накануне вечером. Я не нуждаюсь в утешении, ответила она. Речь не об этом, сказал русский. Нет. Немножко дел, немножко дружбы. Ну ты ведь знаешь. Да, как обычно. Хочешь выпить, Олег? Русский, он в это время намазывал маслом тост, задержал взгляд на стакане текилы, стоявшем перед Тересой рядом с чашкой кофе и на пепельнице с четырьмя окурками. Она в спортивном костюме босиком сидела, откинувшись на спинку плетеного кресла. Конечно же, я не хочу выпить, сказал языков. Бог с тобой, в такой-то час. Я же всего-навсего гангстер из развалившегося Союза Советских Социалистических Республик, а не мексиканка с асбестовым желудком. Да, я далеко не такой мачо, как ты. Они рассмеялись. Я вижу, ты можешь смеяться, удивленно заметил языков. А почему бы и нет, ответила Тереса, прямо глядя в его светлые глаза. Но как бы то ни было, имея в виду, мы не будем говорить о пати. Я приехал не за этим. Языков задумчиво жуя тост, налил себе кофе из кофеварки. Есть вещи, которые я должен тебе рассказать. Несколько вещей. Сначала позавтракай. День был светлый и яркий, и от этого вода в бассейне так и сияла бирюзой. Хорошо сидеть там, на крыльце, согреваемым солнцем, уже успевшим подняться довольно высоко в окружении живой изгороди, бугенвилей и цветов, слушая пение птиц. Они неторопливо доели тосты и допили кофе от Тереса, еще и свою текилу, болтая о разной чепухе, как бывало всякий раз, когда они встречались вот так, наедине, по-дружески. Уже хорошо зная друг друга, оба понимали все с полуслова, с полужеста и знали, какие слова нужно произносить, а какие нет. Наконец, Языков заговорил о деле. Главное это главное, начал он. Есть заказ. Большой. Да. Для моих людей. Это значит, абсолютный приоритет. Мне нравится это слово. Приоритет. Тебе нужен героин? Русский покачал головой. Гашиш. Мои шефы завязались с румынами, хотят заполнить там несколько рынков. Да, одним махом. Показать ливанцам, что есть альтернативные поставщики. Им нужно 20 тонн. Марокко. Самого лучшего качества. Тереса нахмурилась. 20 тонн это много, сказала она. Сначала нужно их набрать, а момент, похоже, неподходящий. С учетом политических перемен в Марокко пока не ясно, на кого там можно положиться, а на кого нет. Представь, у меня лежит в Агадире груз кокаина. Лежит уже полтора месяца, потому что я до сих пор не решаюсь заняться его отправкой. Языков внимательно выслушал, потом кивнул. Понимаю, да, решать тебе, уточнил он. Но ты оказала бы мне очень большую услугу. Моим людям этот шоколад нужен через месяц. И я узнал цены. Послушай, цены очень хорошие. Цены не главное. Когда речь идет о тебе, мне на них плевать. Человек из Солнцево улыбнулся и сказал спасибо. Потом они вошли в дом. По другую сторону гостиной с кожаными креслами и восточными коврами находился кабинет Террессы. Паттегальвис появился в коридоре, молча взглянул на Языкова и снова исчез. Как поживает твой Ротвейлер? спросил русский. Ну, пока еще не убил меня. Гостиная покачнулась от хохота Языкова. Кто бы мог подумать, заметил русский, когда я познакомился с ним. Они прошли в кабинет. Каждую неделю дом обследовал специалист доктора Рамоса по борьбе с электронным шпионажем. Но, тем не менее, там не было ничего компрометирующего. Рабочий стол, персональный компьютер с пустым жестким диском, большие ящики с лоциями, морскими картами, справочниками и последним изданием Admiralty Ocean Passage for the World. Пожалуй, я смогу устроить это, сказала Терресса. 20 тонн. 500 тюков по 40 килограммов. Грузовики для доставки товара из эр-ривских горнопобережья, большое судно, массированная погрузка в марокканских водах, строго в указанных местах и в указанное время. Она быстро подсчитала 2500 миль от Альборана до Черноморского порта Констанца через территориальные воды шести стран плюс проход в Эгейское море через Дарданеллы и Босфор. Это требует безупречной логистики, точнейшей тактики. Крупных сумм денег на предварительные расходы, дней и ночей работы для Фарида Латакий и доктора Рамоса. Но только в том случае, заключила она, если ты обеспечишь мне выгрузку без проблем в румынском порту. Языков кивнул. На это можешь рассчитывать, сказал он как-то рассеянно, а сам смотрел на разложенную на столе карту восточной части Средиземноморья. Пожалуй, имело бы смысл, добавил он через пару секунд, как следует подумать, с кем ты будешь готовить эту операцию. Да. Он произнес это, не отрывая взгляда от карты, как бы в задумчивости и не сразу поднял глаза. Да, повторил он. Тереса уловила намек, уловила с самых первых его слов. Это, пожалуй, имело бы смысл, было сигналом того, что в этом деле не все гладко. Как следует подумать, с кем ты будешь готовить эту операцию. Давай, сказала она. Давай, выкладывай. Подозрительный след на экране радара. Внезапное, давно знакомое ощущение пустоты в желудке. Есть один судья, сказал Языков. Мартинес Прадо. Ты его отлично знаешь. Из национального суда. Он уже давно висит на хвосте. У тебя, у меня, у других. Но у него есть свои, так сказать, фавориты. Ты его любимица. Он работает с полицией, с жандармерией, с таможенной службой наблюдения. Да, и работает жестко. Говори, что хотел сказать, нетерпеливо перебил его Тереса. Языков посмотрел на нее, как бы не решаясь начать, перевел глаза на окно, потом снова на нее. У меня есть люди, которые мне кое-что рассказывают, заговорил он. Я плачу, и они меня информируют. И вот на днях в Мадриде кое-кто завел разговор о твоем последнем деле. Да, об этом корабле, который перехватили. Сказав это, Языков умолк, сделал несколько шагов по кабинету, побарабанил пальцами по навигационной карте. Он слегка покачивал головой, словно давая ей понять, к тому, что я сейчас скажу тебе, Тесса, отнесись осторожно. Я не могу поклясться ни в том, что это правда, ни в том, что неправда. За что купил, за то и продаю. Я думаю, это Галисийцы, опередила его она. Нет, говорят они здесь ни при чем. Языков выдержал долгую паузу. Протекло в трансернага. Тереса уже собиралась открыть рот, чтобы сказать, это невозможно, я проверяла все от и до, но так и не открыла. Олег Языков никогда не стал бы передавать ей пустые сплетни. Внезапно в голове начали связываться отдельные нити, складываться гипотезы, вопросы и ответы, восстанавливаться факты. Но русский не дал ей долго ломать голову. Мартинес Прадо давит на кого-то из твоего окружения, продолжал он. В обмен на неприкосновенность, деньги или бог знает что еще. Может это правда, может правда лишь частично, я не знаю. Но у меня первоклассный источник. Да, никогда прежде он меня не подводил, а с учетом того, что Патрисия «Это Тео», вдруг прошептала она. Языков остановился на полусловии. «Ты знала?» удивленно спросил он. Но Тереса покачала головой. Ее пронизывал странный холод и вовсе не от того, что она стояла на ковре босиком. Повернувшись к двери, она смотрела на нее так, будто вот-вот должен был войти Тео. «Скажи мне, как, откуда, черт возьми?» спрашивал у нее за спиной русский. «Если ты не знала, почему знаешь сейчас?» Тереса молчала. «Я не знала», думала она. «Но сейчас я и правда знаю. Такова уж эта распроклятая жизнь, и такие у нее шутки, черт бы их побрал». Черт бы их побрал. Она старалась сосредоточиться, чтобы разложить мысли по полочкам в разумном порядке, исходя из приоритетов, а это было нелегко. «Я беременна», сказала она. Они вышли прогуляться по пляжу. Держась в отдалении, за ними следовали Поттэгальвис и один из телохранителей Языкова. Волны шлепали об улыжники, заливая босые ноги Тересы. Она шла почти по самой кромке воды. Вода была очень холодной, но это бодрило. Они шли по грязному песку среди камней и кучек водорослей на юго-восток, к Сотогранде, Гибралтару и Проливу. Шли, не торопясь, разговаривали, время от времени умолкали, думая о том, что сказали и чего не сказали друг другу. Осмыслив, наконец, услышанное от Тересы, Языков спросил, «Что ты собираешься делать? С тем и с другим?» «Да, с ребенком и с его отцом». «Это еще не ребенок», возразила Тереса, «Это еще не что». Языков покачал головой, будто ее слова подтверждали его мысли. «Как бы то ни было, это не решает того другого», сказал он, «Это лишь половина проблемы». Тереса, отведя волосы с лица, снова внимательно посмотрела на него. «Я не сказала, что первая половина решена», пояснила она. «Я говорю только, что это еще не что. Станет ли оно чем-то или не станет, я еще не решила». Русский внимательно вглядывался в нее, ища перемены в ее лице, новые непредвиденные признаки. «Боюсь, что я не могу, Тереса, советовать тебе. Да, это не моя специальность». «А я и не прошу у тебя совета. Я просто хочу, чтобы ты прогулялся со мной, как всегда». «Это я могу». Языков, наконец, улыбнулся и сразу стал похож на добродушного медведя. «Да, сделать это». На песке лежала заброшенная рыбацкая лодка, возле которой всегда гуляла Тереса. Очень старая лодка, от белой и голубой краски на бортах мало что осталось, на дне скопилась дождевая вода, в которой плавала пустая жестянка из-под газировки. Возле носа, едва различимое, еще виднелось название «Надежда». «Ты никогда не устаешь, Олег?» «Иногда», ответил русский, «но это нелегко». «Да». «Сказать, я дошел досюда, а теперь дайте мне уйти на покой. У меня есть жена, прибавил он, очень красивая, мисс Санкт-Петербург. Сыну 4 года. Денег достаточно, чтобы прожить остаток жизни без проблем. Да, но есть партнеры, ответственность, обязанности. Если я уйду на покой, не все поймут». «Да». «Человек по своей природе недоверчив, если уходишь, начинают бояться. Тебе известно слишком много о слишком многих людях, а они знают слишком много о тебе. Ты просто ходячая опасность. Да». «На какие мысли тебя наводит слово «уязвимый»?» спросила Тереса. Языков немного подумал. «Я не очень хорошо владею», сказала, наконец, испанским языком. «Но я знаю, что ты имеешь в виду. Ребенок делает человека уязвимым. Клянусь тебе, Тесса, я никогда не боялся. И ничего. Даже в Афганистане. Да. Эти сумасшедшие фанатики и их вопли «Аллах Акбар», от которых стыла кровь. Но нет. Я не боялся и тогда, когда начинал, то, чем я занимаюсь. Но с тех пор, как родился мой сын, я знаю, что это такое. Бояться. Да. Когда что-то выходит плохо, уже невозможно. Да. Оставить все как есть. Броситься бежать. Он постоял, глядя на море, на облака, медленно плывущие на запад. Потом невесело вздохнул. «Хорошо броситься бежать», сказал он, «когда нужно. Ты это знаешь лучше всех. Да, ты в жизни только это и делала. Бежать. Хочешь или не хочешь». Он еще некоторое время смотрел на облака, потом вдруг поднял руки до уровня плеч, словно желая охватить ими все Средиземное море и бессильно уронил их. Постояв так, повернулся к Терессе. «Ты будешь рожать его?» Она не ответила, только взглянула на него. Шум воды и холодная пена на босых ногах. Языков внимательно смотрел на нее сверху вниз. Рядом с огромным славянином Тересса казалась совсем маленькой. «Какое у тебя было детство, Олег?» Он потер ладонью затылок, удивленно, озадаченно. «Не знаю», ответил он, «как у всех в Советском Союзе. Неплохое, нехорошее. Пионеры, школа. Да, Карл Маркс, комсомол, проклятый американский империализм, все это. Слишком много щей, наверное, и картошки. Слишком много картошки». «А я знала, что такое долго голодать», сказала Тересса. «У меня была только одна пара туфель, и моя мама давала мне их только, чтобы ходить в школу». «Пока я туда ходила». Кривая усмешка появилась у нее на губах. «Моя мама», повторила она отрешенно, чувствуя, как старая горечь и обида снова пронзительно жгут душу. «Она часто била меня, когда я была девочкой», помолчав, снова заговорила она. «После того, как папа бросил ее, она здорово запила и пустилась во все тяжкие. Заставляла меня бегать за пивом для ее приятелей, таскала за волосы, лупила, бывало, что и ногами. Являлась на рассвете с целой компанией мужиков, хохотала, взвизгивала, или они вдрызг пьяные среди ночи начинали ломиться к нам в дверь. Я перестала быть девушкой еще до того, как потеряла девственность, до того, как те мальчишки, некоторые моложе меня. Внезапно она замолчала и долго стояла, глядя на море. Растрепанные ветром пряди волос схлестали ее по лицу и она чувствовала, как горечь и обида медленно тают у нее в крови. Тереса сделала глубокий вдох, чтобы они растворились без следа. Что касается отца, сказал Языков, я предполагаю, что это Тео. Она выдержала его взгляд, не разжимая губ, бесстрастно. Это вторая часть, снова вздохнул русский. Проблемы. Он повернулся и пошел, не оглянувшись, удостовериться, что Тереса следует за ним. Она постояла немного, глядя, как он удаляется, потом нагнала его. В армии я научился одной вещи, Тесса, задумчиво заговорил русский. Вражеская территория. Опасно оставлять за спиной очаги сопротивления. Враждебные образования. Укрепление местности требует уничтожения конфликтных точек. Да, это дословно. Фраза из устава. Ее повторял мой друг, сержант Скобельцин. Да. Каждый день, пока ему не перерезали горло в Панчшерском ущелье. Он снова остановился, повернулся к Террессе. Я сделал то, что мог, говорили его светлые глаза. Дальше твое дело. Я постепенно остаюсь одна, Олег. Она тихо стояла перед ним, и при бой, с каждым откатом вымывал песок у нее из-под ног. Языков улыбнулся дружелюбно, чуть отстраненно, печально. Как странно, что ты это говоришь. А я думал, ты всегда была одна. Глава пятнадцатая. Есть у меня на родине друзья, которые меня как будто любят. Судья Мартинес Прадо оказался несимпатичным типом. Я разговаривал с ним в последние дни моей изыскательной работы, 22 минуты малоприятной беседы в его кабинете в здании национального суда. Он согласился принять меня с большой неохотой и лишь после того, как я переслал ему объемистый отчет о состоянии моего расследования. Разумеется, там фигурировало и его имя. Плюс огромное количество другой информации. Я предложил ему то же, что и другим, посотрудничать со мной удобным для себя образом или остаться, так сказать, за пределами. Он решил посотрудничать, но придерживаться собственной версией фактов. «Приезжайте и поговорим», — сказал он, в конце концов, когда мне удалось добраться до него по телефону. Я приехал в национальный суд. Прадо сухо подал мне руку, и мы уселись за его рабочий стол. Он со своей стороны, я со своей, под знаменем и портретом короля на стене. Судья был небольшого роста, коренастый, с седой бородой, которая не совсем прикрывала шрам, пересекавший левую щеку. Совершенно не похож на тех блестящих судей, что появляются на телеэкранах и фотоснимках в газетах. Серый и ухватистый, говорили о нем. Невоспитанный. Шрам был последствием давнего эпизода. Колумбийские киллеры, нанятые галисийскими наркомафиози. Может, именно этот шрам так испортил его характер? Разговор начался с последних событий вокруг Тересы Мендоса. Что привело ее к нынешней ситуации и какой оборот примет ее жизнь в ближайшие недели, если только ей удастся сохранить эту жизнь. «Мне об этом ничего не известно», — сказал Мартин Эспрадо. «Я не имею дела с будущим людей, разве что, когда удается обеспечить им тридцатилетний срок. Мое дело прошлое. Факты и прошлое. Преступление. О преступлении за душой у Тересы Мендоса хоть отбавляй». «В таком случае, полагаю, вы разочарованы», — заметил я. «Столько лет труда и все впустую. Это была моя месть за его нелюбезный прием. Он взглянул на меня поверх очков, сидевших на кончике носа. Что-то не похож он на счастливого человека», — подумал я. «Во всяком случае, на счастливого судью». «Она была у меня в руках», — сказал он. Сказал и замолчал, словно прикидывая, насколько правомерны эти слова. «У серых и ухватистых судей тоже есть какие-то чувства», — подумал я. «Свое тщеславие, свое разочарование. Она была у тебя в руках, но теперь ее там нет. Она просочилась у тебя сквозь пальцы и теперь у себя на родине, в Синалоа. Сколько времени вы следили за ней?» «Четыре года. Долгая работа. Нелегко было собрать факты и доказательства ее причастности. У нее была великолепная инфраструктура, очень умно выстроенная. Повсюду механизмы безопасности, тупики. Ломаешь одно звено, на том дело и кончается. Совершенно невозможно отследить ходы наверх». «Однако вам ведь удалось это сделать?» «Да», — согласился Мартинес Прадо, но лишь частично, потому что не хватило времени и свободы действий. Эти люди имели связи в определенных кругах, в том числе среди политиков, в том числе в его собственном судьи Мартинеса Прадо окружении. Это позволило Тересе Мендоса заранее узнать о нескольких готовящихся ударах и предотвратить их, или свести к минимуму их последствия. «В данном случае», — прибавил судья, — «все шло хорошо, и у меня, и у моих помощников. Еще чуть-чуть, и вся эта долгая терпеливая работа увенчалась бы успехом. — Четыре года мы плели паутину», — сказал он. «Четыре года!» И внезапно все кончилось. «Правда, что на вас оказало давление Министерство юстиции?» «Это неуместный вопрос. Он откинулся на спинку кресла и недовольно воззрился на меня. Я отказываюсь отвечать». «Говорят, на вас нажал сам министр по договоренности с мексиканским посольством». Он поднял руку каким-то очень неприятным жестом. Властную руку, руку судьи при исполнении служебных обязанностей. «Если вы будете продолжать в этом духе, — предупредил он, — этот разговор закончится. На меня никто и никогда не оказывал давления. Тогда объясните мне, почему в итоге вы так ничего и не предприняли против Тересы Мендоса». Несколько мгновений он обдумывал мой вопрос, возможно, чтобы решить, не заключается ли в слове «объясните» неповиновение. Но в конце концов решил оправдать меня. «В сомнении за преступника». «Или что-то в этом роде». «Я уже говорил вам, — ответил он наконец, — мне не хватило времени, чтобы собрать достаточно материала. Невзирая на Тео Аль-Харафе, он опять сурово воззрился на меня. Ему явно не нравился ни я сам, ни мои вопросы, и это, разумеется, не помогало делу. Все, что связано с этим именем, является конфиденциальной информацией». Я позволил себе слегка улыбнуться. «Да ну уже, судья, мы через черт далеко зашли, чтобы отступать». «Ведь это уже не имеет значения, — сказал я, — полагаю». «Для меня имеет». Я немного подумал. «Я предлагаю вам соглашение», — объявил я вслух. «Я не касаюсь Министерства юстиции, а вы мне рассказываете об Аль-Харафе. Договор есть договор». Пока он размышлял, я сменил свою улыбку на просительное выражение. «Согласен», — наконец произнес он, — «но некоторые подробности я оставлю при себе». «Правда, что вы предложили ему неприкосновенность в обмен на информацию?» «На этот вопрос я отвечать не буду». «Плохое начало», — подумал я, и задумчиво покивав, возобновил расспросы. «Уверяют, что вы здорово прижали его. Собрали на него большое досье, а потом сунули эту папку ему под нос. И что это никак не касалось контрабанды наркотиков. Говорят, вы зацепили его на налогах». «Возможно». Он бесстрастно смотрел на меня. «Ты излагаешь, я подтверждаю. И не проси у меня большего». «Ранс Арнага?» «Нет». «Ну, судья, проявите любезность. Вы же видите, я веду себя паинькой». Он снова задумался, а потом, судя по всему, решил, в конце концов, я же согласился пообщаться с этим писакой. А в этом пункте все более или менее ясно, и он закрыт. «Признаю», — заговорил он, — «что мы никогда не могли даже близко подступиться к предприятиям Тересы Мендоса, хотя знали, что более 60% наркотиков, поступающих в Средиземноморье, проходят через ее руки. Синьор Аль-Харафа прокололся на том, что касалось его собственных денег, использовал средства в своих целях, вкладывал, переводил. У него имелись счета в иностранных банках. Пару раз его имя всплывало в связи с кое-какими не вполне ясными сделками за границей. Короче, материал был. Говорят, у него была собственность в Майами. Да, насколько нам было известно, дом площадью в тысячу квадратных метров, который он тогда только что приобрел в Коралл-Гэйблс с кокосовыми пальмами и собственной пристанью, и роскошная квартира в Кокоплам, месте, где любят бывать адвокаты, банкиры и брокеры с Уолл-стрит. Все это происходило, по-видимому, за спиной у Тересы Мендоса. Кое-какие запасы на черный день. Можно и так сказать. А вы ухватили его за задницу и напугали. Он снова откинулся на спинку кресла. Закон суров, но это закон. Это недопустимо. Я не собираюсь выслушивать от вас подобные выражения. Я почувствовал, что начинаю терять терпение. Вот же Олух, Царя Небесного. Тогда переведите это для себя по своему усмотрению. Он решил сотрудничать с правосудием. Вот так просто. В обмен на... Ни на что. Настал мой черед возриться на него. Своей бабушке. Расскажи это своей бабушке. Что Тео Аль-Харафа рисковал своей шкурой просто так, из любви к искусству. А как отреагировала Тереса Мендоса на тот факт, что ее эксперт по налоговым вопросам работает на врага? Это вам известно не хуже, чем мне. Ну, мне известно ровно столько же, сколько и всем остальным. Плюс то, что она использовала его как приманку в операции с русским гашишем, но я имел в виду не это. Упоминание о русском гашише еще более ухудшило дело. Передо мной можешь не изображать из себя умника, что ясно говорило выражение его лица. Тогда предложил он спросить об этом у нее самой, если сумеете. Может быть и сумею. Сомневаюсь, чтобы эта женщина соглашалась на интервью, тем более в ее нынешнем положении. Я решил сделать последнюю попытку. Как вы себе представляете ее нынешнее положение? Я не занимаюсь Тересой Мендоса, ответил он, сделав непроницаемое лицо. Поэтому представлять мне незачем. Это дело уже не в моей компетенции. Потом замолчал, рассеянно полистал какие-то документы, лежавшие перед ним на столе, и я решил, что таким образом он дает понять, наш разговор окончен. Я знаю лучшие способы попусту терять время, подумал я, и раздраженный, уже собирался проститься. Однако даже такой дисциплинированный государственный служащий, как судья Мартинос Прадо, не смог удержаться, чтобы не излить боль, причиняемую старой раной. Или оправдаться. Он по-прежнему сидел, не поднимая глаз от документов, и вдруг произнес то, что вознаградило меня за весь этот пустой и малоприятный разговор. «Оно перестало находиться в моей компетенции после визита того американца», в голосе его прозвучала обида, «того типа из Дэа». Доктор Рамос, обладавший своеобразным чувством юмора дал операции по доставке 20 тонн гашиша в Черное море кодовое название «Нежное детство». Те немногие, кто был в курсе этого предприятия, уже две недели разрабатывали его с почти военной тщательностью, а этим утром они узнали из уст Фарида Латакии, перед этим он поговорил с кем-то на непонятном остальном жаргоне по мобильному телефону, и когда захлопнул его, на его лице сияла довольная улыбка, что ливанец нашел в порту Алусимаса подходящее судно, старенький 30-метровый сейнер под названием «Тарфайя», принадлежащий испано-марокканской рыболовецкой компании. Со своей стороны доктор Рамос к этому времени уже руководил движением «Холлоэдс Куинтле», судно-контейнеровоза под германским флагом с командой из поляков и филиппинцев, который регулярно совершал рейсы между Атлантическим побережьем Америки и восточной частью Средиземноморья, а в настоящий момент шел из Ресифа в Веракрус. У нежного детства имелся, так сказать, второй фронт, параллельная операция, решающую роль в которой играло третье судно, на сей раз сухогруз, которому предстояло преодолеть расстояние между колумбийской Картахеной и греческим Переем без промежуточных остановок. Он назывался Лус Анхелита, приписан был к колумбийскому порту Темуко, ходил под камбоджийским флагом, а принадлежал одной кипрской компании. В то время как на Тарфаю и Холлоид-Скуинтле возлагалась деликатная часть операции, Лус Анхелиты и ее владельцам отводилась роль весьма простая, доходная и не грозящая никаким риском, роль ложной цели. «Все будет готово через десять дней», — подвел итог доктор Рамос. Вынув трубку изо рта, он подавил зевок. Было почти одиннадцать утра. Долгая ночь работы в сотогранском доме с садом, офисе, оборудованном самыми современными средствами электронной безопасности и контршпионажа. Два года назад он заменил собой прежнюю квартиру в окрестностях яхтенного порта. Вот и Гальвес стоял на страже в вестибюле, двое охранников обходили сад, а в зале заседаний стояли телевизор, портативный компьютер с принтером, доска на треножнике, а на столе для заседаний — грязные кофейные чашки и пепельницы, полный окурков. Тут же лежали два мобильных телефона. Тереса только что распахнула окно, чтобы проветрить комнату. Вместе с ней там работали, помимо доктора Рамоса, Фарид Латакия и оператор дальней связи Тересы, инженер-гибралтарец по имени Альберто Рисокарпасо, молодой, но очень надежный. Это был, как называл его доктор, кризисный кабинет, оперативный генеральный штаб Трансернага. «Тарфая», — говорил Латакия, — «будет ждать Валосимасе. Очистка трюмов, мелкий ремонт, заправка горючим. Все безобидно и спокойно. Мы выведем ее из порта только за два дня до назначенного свидания». «Хорошо придумано», — сказала Тереса. «Меня совершенно не устраивает, чтобы она целую неделю болталась у всех на виду и привлекала внимание». «Не беспокойтесь, я сам этим займусь». «Команда». «Все марокканцы». «Капитан Черки, как обычно, люди Ахмеда Чакора». «Ахмеду Чакору не всегда можно доверять». «Это зависит от того, сколько ему заплатить», — улыбнулся Ливанец. «Все зависит от того, сколько заплатят мне», — говорила эта улыбка. «На этот раз нет никакого риска». «То есть на этот раз ты тоже получишь лишний комиссионный», — подумала Тереса. «Судно плюс люди Чакора равняется деньгам». Она заметила, что улыбка Латаки стала шире. Он угадал, о чем она думает. По крайней мере, этот сукин сын не скрывает своей жадности. Он проделывает все это открыто и вполне естественно. И всегда знает меру. Потом она повернулась к доктору Рамусу. «Что там насчет лодок? Сколько штук потребуется для перевозки?» На столе перед доктором лежала карта номер 773 британского адмиралтейства, на которой во всех подробностях изображалось марокканское побережье между Сиутой и Милилией. Он указал мундштуком трубки в трех милях к северу между скалой Велес-де-Ла-Гомера и отмелью Шауэн. «Готово к использованию шесть лодок», — начал объяснять он. «Скажем, пара рейсов из расчета плюс-минус по 1700 килограммов на каждую. Если рыбак будет двигаться вдоль этой линии, вот так, все можно закончить за три часа. Если море неспокойно, за пять. Груз уже готов в Баб-Беретти и Китаме. Пункты погрузки — Рокос-Негрос, бухта Кала-Траедорос и устье реки Месташа». «Зачем так дробить груз? Не лучше ли все разом?» Доктор Рамос серьезно взглянул на нее. «Задай этот вопрос кто-либо другой, тактик Транс-Арнага обиделся бы, но вопрос задала Тереса, и это было вполне нормально. Она всегда вникала во все до мельчайших деталей. Что было хорошо и для нее, и для остальных, поскольку ответственность и за успехи, и за провалы всегда делилась на всех, и в случае чего потом не приходилось вдаваться в слишком долгие объяснения. «Мадам влезает во все по самую задницу», — так выражался Фарид Латакия своим живописным средиземноморским языком. Разумеется, не в присутствии хозяйки. Но Тереса знала, что он так говорит. На самом деле она знала все обо всех. Внезапно Тереса поймала себя на том, что думает о Тео Аль-Харафе. Еще одно дело, которое тоже надо решить в ближайшие же дни. Она мысленно поправила себя. Она знает почти все, почти обо всех. «Двадцать тысяч килограммов на одном берегу — это чересчур много», — принялся объяснять доктор. «Даже если механи будут на нашей стороне, я предпочитаю не привлекать лишнего внимания. Поэтому мы изложили это марокканцам так, намечается три отдельные операции. Идея в следующем. Погрузить половину товара в одном пункте всеми шестью лодками сразу, затем четверть в другом пункте тремя лодками, а последнюю четверть — оставшимися тремя лодками в третьем пункте. Таким образом, уменьшим риск, и никому не придется возвращаться за грузом на прежнее место». Какая ожидается погода? «В эту пору вряд ли уж будет очень плохой, у нас три подходящие ночи, в последнюю чуть-чуть выглянет месяц. Правда, есть вероятность тумана, и он может осложнить дело. Но каждая лодка будет снабжена ГПС, и Сейнер тоже». Средства связи? Обычные, клонированные или закодированные мобильники для лодок и Сейнера. Интернет для большого судна. Для маневра — радиопередатчик СТУ. «Я хочу, чтобы Альберто находился в море со всей своей техникой». Рису Карпасу кивнул. Инженер Гибралтарец, молодой интроверт с детским почти лишенным растительности лицом, был отличным специалистом в своем деле. Его брюки и рубашки были всегда в заломах и складках, вследствие долгих часов, проведенных у радиоприемника или за клавиатурой компьютера. Терреса взяла его в свою команду, потому что он виртуозно умел маскировать контакты и операции через интернет, используя в качестве фальшивого прикрытия страны, недоступные для европейских и американских полицейских служб — Кубу, Индию, Ливию, Ирак. Мог в считанные минуты открыть несколько электронных адресов, проделать все необходимое, а затем навесить их на местные серверы этих стран, пользуясь номерами кредитных карточек, выкраденных или оформленных на подставных лиц. Кроме того, он отлично владел стенографией и профессионально работал с системой PGP. «На каком судне?» — спросил доктор. «На каком угодно. Пусть будет спортивное, не бросающееся в глаза. Ферлайн Скоудрон, который стоит у нас в Пуэрто-Банус, вполне может подойти». Тереса указала инженеру обширную зону на навигационной карте к западу от Альборана. «Ты будешь координировать связь оттуда». Гибралтарец изобразил на лице стоическую улыбку. Латаки и доктор насмешливо смотрели на него. Все знали, что его моментально укачивает в море, однако, несомненно, у Тересы были свои причины для такого решения. «Где намечена встреча с Холлоидс-Куинтли?» — спросил Рисо Карпасо. «Есть зоны, где с прикрытием дело обстоит, неважно». «Ты все узнаешь, но в свое время». «А если прикрытия не будет, мы воспользуемся радио, маскируясь на каналах рыбаков. Установленные фразы для смены частот в промежутке от 120 до 140 МГц. Подготовь список». Один из телефонов зазвонил. Секретарша офиса в Морбелье получила сообщение от посольства Мексики в Мадриде. Сеньору Мендоса просят принять высокопоставленного чиновника для разговора об одном срочном деле. Насколько срочным, поинтересовалась Тереса? Этого они не сказали, был ответ. Но чиновник уже здесь. Средних лет, хорошо одетый, очень элегантный. На его визитке написано «Эктор Тапия, секретарь посольства». Он уже пятнадцать минут сидит в приемной. А с ним еще один человек. Спасибо, что приняли нас, сеньора. Она была знакома с Эктором Тапия. Ей пришлось немного пообщаться с ним несколько лет назад, когда она хлопотала в мексиканском посольстве по поводу бумаг, касающихся ее двойного гражданства. Короткая встреча в кабинете здания на Каррера де Сан-Херонимо. Несколько более или менее сердечных слов, подписание документов, сигарета, чашечка кофе, разговор ни о чем. Она помнила его, воспитанный, тактичный. Зная о ней практически все, а может именно потому, что знал это, он принял ее крайне любезно, сведя формальности к минимуму. За последние 12 лет это был единственный случай прямого контакта Террессы с мексиканским официальным миром. Разрешите мне представить вам Дона Гильермо Ранхеля, он американец. Заметно было, что Эктору Тапия неуютно в этом маленьком отделанном темным орехом зале для совещаний. Он словно не был уверен, что находится в подходящем для себя месте. Американец же, напротив, чувствовал себя, как рыба в воде. Полюбовался магнолиями за распахнутым в сад окном, оценил качество кожи, которой были обтянуты кресла, осмотрел старинный английский настенные часы и ценный рисунок Диего Риверы, набросок к портрету Эмилиано Сапате, висевший в рамке на стене. «На самом деле, по происхождению я мексиканец, как и вы», – заговорил он, все еще глядя с довольным видом на усатое лицо Сапата на портрете. «Родился в Остине, штат Техас. Моя мать была чекана». «Сказал он это на великолепном испанском», – «северный говор», – определила Тереса. «Многолетняя практика. Коротко подстриженные каштановые волосы, мощные плечи борца, белая водолазка под легким пиджаком. Глаза темные, быстрые, осторожные». «У синьора Ранхеля», – вставил Эктор Тапиа, – «имеется кое-какая информация, которой ему хотелось бы с вами поделиться». Тереса жестом пригласила их занять два из четырех кресел, расставленных вокруг большого арабского медного подноса, украшенного чеканкой, а сама села в третье, положив на столик перед собой пачку сигарет Бессонта и зажигалку. Она успела немного привести себя в порядок – хвост на затылке, сколотый серебряной пряжкой, темная шелковая блузка, черные джинсы, макосины, замшевый пиджак на подлокотнике кресла. «Я не уверена, что меня интересует эта информация», – сказала она. Посеребренные сединой волосы дипломата, его галстук и безупречного покроя костюм, не сочетались с внешностью американца. Сняв очки в стальной оправе, Таппио принялся рассматривать их, нахмурившись, словно недовольный состоянием стекол. Потом снова надел и устремил на Тересу убеждающий взгляд. «Это наверняка заинтересует вас». «Дон Гильермо», – американец поднял крупную широкую руку. «Вилли, можете назвать меня Вилли. Меня все так называют». «Хорошо. Ну так вот, Вилли работает на правительство Соединенных Штатов». «На Деа», – открыто уточнил тот. Тереса в это время вынимала сигарету из пачки. И только вынув, спокойно спросила. «На кого, простите? На что?» Она сунула сигарету в рот и протянула было руку к зажигалке, но Таппио, наклонившись через стол, уже услужливо предлагал свою. Щелчок, огонь. «Деа», – повторил Вилли Ранхель, четко отделяя одну букву от другой. «Драк Энфорсмент Администрэйшн. Вы же знаете. Департамент правительства США по борьбе с наркотиками». «Да что вы говорите, ничего себе!» Глядя на американца, Тереса затянулась, выдохнула дым. «Далеко же вы забрались?» «Я не знала, что у вашей конторы есть интересы в Морбелье». «Вы ведь живете здесь?» «А при чем здесь я?» Несколько секунд оба молча смотрели на нее, потом переглянулись. Тереса увидела, как Таппио приподнял бровь, словно говоря, «Это твое дело, дружище, я всего лишь посредник». «Давайте проясним ситуацию сеньора», — снова заговорил Вилли Ранхель. «Мое появление здесь не имеет никакого отношения к тому, каким образом вы теперь зарабатываете себе на жизнь. А Дон Эктор просто был настолько любезен, что согласился меня сопровождать. «Мой визит связан с событиями, имевшими место много лет назад». «Двенадцать», — уточнил Эктор Таппио, словно издалека. «Или со стороны». «А также с другими событиями, которые вскоре будут происходить у вас на родине». «Значит, у меня на родине». «Именно так». Тереса посмотрела на свою сигарету, как бы давая понять, «Я не собираюсь докуривать ее». Таппио, отлично поняв намек, бросил на американца беспокойный взгляд, говоривший «Она же сейчас уйдет». Ранхель, судя по всему, был того же мнения и сразу перешел к сути дела. «Вам говорит что-нибудь имя Сессора Бэтмена Гуэмеса?» Три секунды молчания, два взгляда, вонзившиеся в нее, она выдохнула дым, насколько возможно медленнее. «Представьте себе, нет». Два взгляда скрестились, затем вновь устремились на нее. «И тем не менее, — сказал Ранхель, — вы когда-то были с ним знакомы». «Странно, но в таком случае я, наверное, его бы помнила, правда?» Она взглянула на стенные часы. Корректный повод встать и закончить этот разговор. «А теперь, надеюсь, вы извините меня». Мужчины снова переглянулись, а потом агент Деа улыбнулся. Широкой, почти добродушной улыбкой. «В его работе, — подумала Тересса, — если уж кто-то улыбается так, значит, у него есть особо серьезный повод». «Дайте мне еще пять минут, — сказал американец, — чтобы рассказать вам одну историю. «Я люблю только истории со счастливым концом. А конец этой истории зависит от вас». И Гильермо Ранхель, которого все называли Вилли, начал рассказывать. «Деа, — пояснил он, — не занимается спецоперациями. Его задача — собирать данные, как полиция, держать сеть доверенных информаторов, платить им, составлять подробные доклады о деятельности, связанные с производством, транспортировкой и реализацией наркотиков, включать в них конкретные имена и фамилии и подготавливать материалы для передачи в суд. Поэтому Деа использует агентов, таких как он, людей, которые внедряются в организации контрабандистов наркотиков и действуют там. Сам Ранхель тоже работал так, сперва в группах Чикана в районе Калифорнийского залива, потом в Мексике контролем секретных агентов. И так восемь лет, за исключением 14 месяцев, проведенных в Медельине, в Колумбии, в качестве связного между своей конторой и поисковой группой местной полиции, которой было поручено захватить и убить Пабло Эскобара. И, кстати, тот знаменитый снимок, где наркобарон, поникший, подавленный, стоит в окружении тех самых людей, что позже убили его в Лос-Оливос, сделал он Ранхель. Теперь этот снимок, вставленный в рамку, висит в его кабинете в Вашингтоне. «Я не улавливаю во всем этом ничего интересного для себя», сказала Тереса. Она загасила окурок в пепельнице, не торопясь, но решительно, давая понять, что разговор окончен. «Уже не в первый раз», добавила она, «полицейские агенты или контрабандисты приходят ко мне с разными историями. У меня нет ни малейшего желания терять время». «Я рассказываю вам это», ответил американец, «чтобы вы поняли суть моей работы». «Я ее отлично поняла, а теперь прошу извинить меня». Она встала. Эктор Таппи, повинуясь привычке, перешедшей в рефлекс, тоже поднялся, застегивая пиджак. Он растерянно и беспокойно смотрел на своего спутника, однако Ранхель продолжал сидеть. «Блондин Давила был агентом Дэа», просто сказал он. «Он работал на меня, и поэтому его убили». Тереса внимательно всмотрелась в умные глаза американца, он явно ожидал эффект от произнесенных им слов. «Но ты уже взорвал свою бомбу», подумала она, «и ничего, если не считать, что в твоем арсенале стало одной бомбой меньше». Ей хотелось расхохотаться, выпустить на волю смех, которому она не давала выхода 12 лет с самого Кульякана, штат Синалоа. Посмертная шутка проклятого блондина. Но она только пожала плечами. «А теперь», — хладнокровно произнесла она, «расскажите мне что-нибудь такое, чего бы я не знала». «Даже не смотри на нее», — сказал блондин Давила. «Не заглядывай в записную книжку, смугляночка моя. Отнеси ее Дону Эпифанио Варгасу и отдай в обмен на свою жизнь». Но в тот вечер в Кульякане Тереса не смогла удержаться от соблазна. Несмотря на то, что думал о ней блондин, у нее имелись собственные мысли и чувства. А еще ей было любопытно узнать, в какой ад ее ввергли только что. Поэтому незадолго до того, как Кот Фьерус и Потега Альвес появились в квартирке рядом с рынком Гарминдиа, она, нарушив правила, начала листать книжку в кожаном переплете, хранившую ключ к тому, что уже случилось, и к тому, что вот-вот должно было случиться. Имена, адреса, контакты по ту и другую сторону границы. Ей хватило времени, чтобы заглянуть в действительность прежде, чем все рухнуло, и она бросилась бежать с дабл-иглом в руке, одинокая, охваченная ужасом, точно зная, от чего пытается убежать. Все это емко выразил тем же вечером, не подозревая об этом, сам Дон Эпифанио Варгас. Тереса знала обо всем этом, когда пришла в часовню Мальверде с записной книжкой, которую ни за что не должна была читать, но которую читала, проклиная блондина за то, что он подвергает ее такой опасности, подвергает именно ради того, чтобы спасти ее. Типичный ход мыслей игрока, привыкшего совать в пасть койота и свою собственную голову и чужие. «Если я попадусь, — думал этот сукин сын, — Тересе спасения не будет. Виновна она или невиновна, таковы правила. Но есть одна крохотная возможность — доказать, что она действительно ни при чем, потому что Тереса никогда никому не отдала бы книжку, знай она о ее содержании. Никогда знай об опасной игре человека, заполнившего ее страницы несущими смерть записями. Отдавая книжку Дону Эпифанио, своему и блондинокрестному отцу, она докажет свое неведение, свою невиновность. В противном случае она никогда бы не посмела. И в тот вечер, сидя на кровати в их квартире, перелистывая страницы, одновременно ее смертный приговор и ее единственно возможное спасение, Тереса прокляла блондина, ибо теперь, наконец-то, все отлично понимала. Просто броситься бежать означало приговорить себя к тому, что далеко ей не уйти. Она должна была отдать книжку, чтобы доказать, что ее содержание ей неизвестно. Ей нужно было проглотить страх, выкручивавший кишки, и постараться, чтобы голова осталась спокойна. Нейтральный голос с точно соответствующей обстоятельствам дозой волнения, искренняя мольба, обращенная к человеку, которому верили они с блондином. Девчонка-контрабандиста, испуганный звереныш, я ничего не знаю, клянусь вам, Дон Эпифанио. А что я должна была читать? Поэтому она осталась жива. И поэтому сейчас здесь, в ее кабинете в Марбелии, агент Деа Вилли Ранхель и секретарь посольства Эктор Таппиа смотрели на нее, раскрыв рот, один сидя, другой стоя, и все еще шаря пальцами по пуговицам пиджака. «Так вы знали все это время?» – недоверчиво спросил американец. «Я знаю об этом уже двенадцать лет». Таппиа снова упал в кресло, на этот раз забыв расстегнуть пуговицы. «Боже всемогущий!» Прабарматалон! «Двенадцать лет», – подумала Терресса. «Я на двенадцать лет пережила тайну, такую, которую убивают. Потому что в ту последнюю ночь в Кульякане, в часовне Мальверде, где было душно от влажной жары и дыма свечей, она сыграла почти без надежды игру, придуманную ее погибшим мужчиной, и выиграла. Ее не выдали ни голос, ни нервы, ни ее страх, потому что он был славным парнем, этот Дон Эпифанио, и хорошо относился к ней. Он хорошо относился к обоим, хоть и понял из книжки, а может, знал раньше, что Раймундо давила парня, работал на департамент по борьбе с наркотиками при американском правительстве, и что наверняка сэсер Бэтмен Гуэмес приказал убрать его именно поэтому. И вот так Терресса сумела обмануть всех, рискнув и выиграв безумные пари на острие ножа, и все случилось так, как предвидел блондин. Она представила себе, что говорил Дон Эпифанио на следующий день. Она ничего не знает, совсем ничего. Как она принесла бы мне эту чертову книжку, если бы знала? Так что можете оставить ее в покое, бог с ней. Это был один единственный шанс из ста, но его хватило, чтобы спасти ее. Теперь Вилли Ранхель смотрел на Террессу очень внимательно и с уважением, которого прежде не было в его взгляде. «В таком случае, — сказал он, — я прошу вас снова сесть и выслушать то, что я пришел сказать вам, сеньора. Сейчас это необходимо, как никогда». Терресса мгновение поколебалась, но она знала, что Гринго прав. Изображая нетерпение, бросила взгляд вправо-влево, потом на стены и часы. «Десять минут, — сказала она, и не минуты больше». Затем снова села и закурила еще одну Бессонте. Тапиа еще не пришел в себя от удивления, так что на сей раз замешкался, и когда, наконец, бармача извинения, потянулся, чтобы поднести к ее сигарете огонек зажигалки, она уже успела закурить от своей. А потом человек из Деа поведал ей подлинную историю блондина Давилы. Раймундо Давила Парра был родом из Сан-Антонио, штат Техас, Чикано. Американское гражданство с девятнадцати лет. С юности был связан с контрабандой наркотиков, с нелегальной стороны. Перевозил через границу небольшие партии марихуаны, был задержан в Сан-Диего с пятью килограммами и после этого завербован Деа. Он обладал необходимыми для этой работы качествами, в том числе холодным умом, несмотря на свои повадки весельчака и рубахи парня, любил риск, сильные эмоции и был отважен. После периода подготовки, якобы проведенного в заключении в одной из тюрем на севере, и он действительно пробыл там некоторое время, чтобы, как говорится, комар носа не подточил, блондина отправили в Синалоа с задачей внедриться в транспортную сеть Хуаресского картеля, поскольку в тех краях у него имелись старые связи. Ему нравилась эта работа, он любил деньги, а еще любил летать и прошел курс обучения в Деа, хотя ради достоверности потом закончил еще одни курсы в Кулиакане. За несколько лет ему удалось внедриться в среду контрабандистов через компанию Нортенье де Авиасьон, где сначала он был доверенным человеком Эпифанио Варгаса, вместе с которым принимал участие в крупных транспортных операциях Повелителя Небес, а потом стал пилотом Сесора Бэтмена Гуэмаса. Его контролировал Вилли Ранхель. Они никогда не общались по телефону, за исключением экстренных случаев, а встречались раз в месяц в скромных гостиницах Масатлана и Лос-Мочеса. И вся важнейшая информация, полученная тогда Деа-Ахуареском картеле, включая ту, что касалось ожесточенной борьбы за власть, побудившей мексиканских наркомафиози отмежеваться от колумбийских группировок, шла из одного и того же источника. Блондина ценили на вес кокаина. В конце концов его убили. Формальный предлог сомнений не вызывал, обожая рисковать сверхмиры, он использовал свои авиарейсы для перевозки собственных наркотиков. Ему нравилось играть в разных командах и в этой игре был замешан также его родственник, индейц Парра. Деа находился более или менее в курсе дел Блондина, но поскольку он был ценным агентом, ему не мешали. Кончилось тем, что наркомафиози с ним разобрались. Ранхель некоторое время сомневался, действительно ли это было связано с его частным наркобизнесом или же его кто-то выдал. На выяснение ушло три года. Некий кубинец, задержанный в Майами, он работал на людей из Синалоа, уцепился за возможность стать защищаемым свидетелем и восемнадцать часов диктовал на магнитофонную пленку свои признания. По его словам, Блондина Давилу убили потому, что его раскрыли. Глупейший прокол. Один американский чиновник из таможенной службы Эль-Пасо случайно получил доступ к конфиденциальной информации и продал ее наркомафиозе за восемьдесят тысяч долларов. Те сопоставили кое-какие факты, начали подозревать и в конце концов вышли на Блондина. Та история с кокаином в его самолете была лишь предлогом, закончил Ранхель. Они охотились на него. Самое любопытное, те, кто убрал его, не знали, что он наш агент. Он умолк, Тереса некоторое время сидела, переваривая услышанное. А почему вы так уверены в этом? Для пущей убедительности американец кивнул, мол, профессия обязывает. С тех пор, как убили агента Камарену, ответил он, наркомафиози знают, что мы никогда не прощаем гибели своих людей. Мы не отступаемся, пока виновные не окажутся в земле или за решеткой, око за око. Таково правило. А уж в правилах и кодексах они разбираются. Он произнес это каким-то иным, более холодным тоном, казалось говорящим «мы очень плохие враги, которые действуют по-плохому, у которых много денег и много упорства». Но ведь блондина убили. Да, снова кивнул Ранхель, поэтому я и говорю вам, тот, кто непосредственно отдал приказ устроить засаду на хребте дьявола, не знал, что он наш агент. Имя этого человека возможно вам знакомо, хотя совсем недавно вы сказали, что не знаете его. Сесар Бэтмен Гуэмес. Я его не помню. Ясно, но все же могу вас уверить, что он всего лишь выполнял поручение. Ему сказали, этот парень толкает наркоту налево. Надо бы наказать, чтоб другим неповадно было. Нам известно, что Бэтмена Гуэмеса пришлось уговаривать, судя по всему, он симпатизировал блондину Давиле, но в Синало обязательство есть обязательство. И кто же по-вашему заказал блондина, да еще и настоял на этом? Ранхель потер нос, взглянул на Эктора Тапи, а потом с кривой улыбкой снова на Терессу. Он сидел на краешке кресла, упершись руками в колени. Он больше не выглядел добродушным. Теперь, подумала Тересса, он ведет себя как умная, злопамятная охотничья собака. Человек, которого вы наверняка тоже не помните. Нынешний депутат от Синалоа и будущий сенатор Эпифанио Варгас Ороско. Тересса прислонилась спиной к стене и обвела взглядом немногочисленных в этот час посетителей за столиками в Олд Рок. Ей часто думалось лучше, когда она была среди незнакомых людей и наблюдала за ними, вместо того, чтобы оставаться наедине с той другой женщиной, всюду сопровождавшей ее. Уже подъехав к своему дому в Гуадальмине, она вдруг велела Патэ Гальвис уехать в Гибралтар, а когда они оказались за решетчатой оградой, стала подсказывать ему путь среди узких улочек, пока не приказала остановить Чироки перед белым фасадом небольшого английского бара, где в прежние времена, в прежней жизни, частенько бывало вместе с Сантьяго Фестерой. Внутри все было как раньше, кувшины, подвешенные к потолочным балкам, стены, увешанные фотографиями кораблей, картинами, на исторические темы и сувенирами от моряков. Она заказала у стойки Фостерс, пиво, которое всегда пил Сантьяго, когда они заходили сюда, и даже не пригубив его, пошла и села за их всегдашний столик у двери, под картиной, изображающей гибель английского адмирала. Теперь она знала, кто был Нельсон и как ему досталось при Трафальгаре. Та другая Тереса Мендоса издали внимательно следила за ней, ожидая выводов. Реакции на все, что ей только что рассказали, что понемногу складывалось в общую картину, объясняющую и ее саму, и ту другую, и, наконец, что истолковывало все события, приведшие ее к этой вехе жизни. И теперь она знала даже больше, чем думала сама. Было очень приятно, ответила она. Именно это, дословно, сказала она, когда человек из Дэа и человек из посольства закончили рассказывать ей то, что пришли рассказать, и оба воззрились на нее в ожидании реакции. Вы сошли с ума, было очень приятно, прощайте. Тереса видела, что они уходят обескураженными, возможно, ожидали комментариев, обещаний, обязательств, но ее бесстрастное лицо, ее равнодушие оставили им мало надежды. Никакой. В общем-то, она просто послала нас к такой-то матери, тихо сказал Эктор Тапия, когда они уходили, однако не настолько тихо, чтобы Тереса не расслышала. «Несмотря на всю свою выучку, дипломат выглядел подавленным, а тот другой сказал, подумайте как следует». Они попрощались. «Не понимаю», ответила она, «когда они уже закрывали за собой дверь, о чем я должна подумать? Синало очень далеко с вашего разрешения». И вот теперь она сидела в Гибралтарском, баре и думала. Вспоминала крупица за крупицей, по порядку выстраивая в голове все сказанное Вилли Ранхелем. Историю Дона Эпифанио Варгаса. Историю Блондина Давилы. Свою собственную историю. «Сам шеф Блондина», сказал этот гринго, сам Дон Эпифанио узнал обо всем связанном с Деа. Став владельцем Нортенни де Авиасион, Варгас на первых порах сдавал свои самолеты в аренду Сазерн Эйр Транспорт компании ширми правительства США для перевозок оружия и кокаина, посредством которых ЦРУ финансировало контрреволюционное партизанское движение в Никарагуа. Блондин Давила, в то время уже агент Деа, был одним из тех летчиков, что выгружали оружие и боеприпасы в аэропорту города Лос-Иль-Янос в Коста-Рике, а потом возвращались во флоридский форт Лодердейл с грузом наркотиков от Медельинского картеля. Когда все это закончилось, Эпифанио Варгас сохранил неплохие связи на той стороне и именно так ему впоследствии стало известно о находке того американского таможенника, что выдал блондина. Заплатив доносчику, Варгас некоторое время держал информацию при себе, не принимая никаких решений. Хозяин гор, в прошлом терпеливый крестьянин из Сан-Мигель де Лос-Орнос, был из тех, кто никогда не торопится. Он уже почти отошел от непосредственного участия в наркобизнесе, намечал себе иные цели, у фармацевтической компании, которой он руководил издали дела шли хорошо, а недавние государственные приватизации позволили ему отмыть крупные суммы денег. Его семья жила на огромном ранчо в окрестностях Эль-Лимона, на которой он сменил дом в Кульяканском районе Чапультепик, а его любовница, в свое время известная фотомодель и диктор телевидения в роскошной квартире в Масатлане. Ему было ни к чему осложнять себе жизнь решениями, которые сделали бы его объектом мести. Блондин Давила работал теперь на Бэтмена Гуэмеса, следовательно, Эпифанио Варгаса это дело не касалось. Однако, продолжал рассказывать Вилли Ранхель, ситуация изменилась. Варгас сделал себе целое состояние на Эфедрине, килограмм которого шел в Соединенных Штатах по 50 тысяч долларов, против 30 тысяч за кокаин и 8 тысяч за марихуану. У него были хорошие связи, открывавшие ему двери в политику. Наступил подходящий момент окупить те ежемесячные полмиллиона, которые он много лет отводил на подкуп должностных лиц. Он уже видел для себя спокойное и респектабельное будущее, далеко от треволнений, доставляемых прежними занятиями. Связанный где финансовым интересом, где взятками, где соучастием с наиболее видными семьями города и государства, он имел достаточно денег, чтобы сказать «хватит» или продолжать зарабатывать новые деньги общепринятыми способами. Так что внезапно начали умирать люди, подозрительным образом связанные с его прошлым – полицейские, судьи, адвокаты. 18 человек за 3 месяца. Настоящая эпидемия. В свете всего этого фигура блондина тоже выглядела препятствием. Слишком уж много он знал о героических временах Нортенни де Авиасьон. Агент Деа торчал в прошлом Дона Эпифанио Варгаса как опасное острие, способное вспороть его будущее. Но Варгас был умен, сказал Ранхель. Умен и смекалист той крестьянской смекалкой, которая и привела его на нынешние высоты. И он переложил работу на другого, не открыв истинных причин. Бэтмен Гуэмос никогда бы не убрал агента Деа, но летчик, крысятничающий за спиной своих хозяев, совсем другое дело. Варгас убеждал Бэтмена, следует примерно наказать и тому подобное. Его и его двоюродного брата. Для острастки тем, кто промышляет такими делишками. Мне он тоже кое-что задолжал, так что можешь считать это личной услугой. И в конце концов теперь его хозяин ты, так что тебе и карты в руки. С каких пор вам известно все это, спросила Терреса? Кое-что уже давно, почти с тех самых пор, как это случилось, человек из Деа подчеркнул свои слова энергичным жестом. Остальное примерно пару лет с того момента, как защищаемый свидетель сообщил нам подробности, и он сказал еще кое-что. Ранхель сделал паузу, словно предлагая ей самой договорить то, что он заменил многоточием. Позже, когда вы стали приобретать известность по эту сторону Атлантики, Варгас сильно пожалел, что позволил вам ускользнуть из Синалоа живой, и напомнил Бэтмену Гуэмосу, что за вами кое-что числится на родине, а Бэтмен послал двух киллеров довести дело до конца. Лицо Тересы было непроницаемо. Это твоя история, американец, это ты принес ее мне. Да что вы говорите, и что же дальше? Об этом следовало бы спросить у вас, они куда-то исчезли. Эктор Тапио мягко вставил, сеньор хочет сказать, что исчез один из них, второй по всей видимости остался здесь и отошел от дел почти. А почему вы явились со всем этим ко мне? Ранхель посмотрел на дипломата, теперь действительно твой черед, говорил этот взгляд. Тапио снова снял очки и опять надел, потом несколько мгновений разглядывал свои ногти, будто на них было записано то, что ему предстояло сказать. В последнее время, наконец, заговорил он, политическая карьера Эпифанио Варгаса пошла вверх, круто вверх. Слишком много людей обязаны ему слишком многим, многие его любят или боятся и почти все уважают. Он ухитрился отойти от непосредственной деятельности Хуаровского картеля до того, как у этой организации начались серьезные конфликты с правосудием, когда борьба велась почти исключительно против соперников в Калифорнийском заливе. Он поставил на службу своей карьере как судей, предпринимателей и политиков, так и высших представителей Мексиканской церкви, полицейских и военных. Генерал Гутьерес Ребольо, которого чуть было не назначили прокурором республики по делам наркотиков, но тут открылись его связи с Хуаресским картелем, и он оказался в тюрьме в Альмолое. Так вот, генерал Гутьерес Ребольо, был его близким другом. А с другой стороны, его популизм. С тех пор, как Эпифанио Варгас добился избрания государственным депутатом, он много сделал для Синалоа, вкладывает немалые деньги, создает рабочие места, помогает людям. Что же в этом плохого, перебил его Тереса? В Мексике те, кто грабит страну, обычно просто присваивают все. ИРП делала это 70 лет. Есть некоторые оттенки, возразил Тапио, в данный момент ИРП уже не у власти. Новые веяния бодрят. Возможно, в конце концов, изменится не так уж много, но налицо несомненное стремление к переменам или к попытке перемен. И как раз в этот момент Эпифанио Варгас вот-вот станет сенатором республики. А кто-то хочет свалить его, поняла Тереса? Да, пожалуй, можно выразиться и так. С одной стороны, политический сектор, обладающий большим весом и связанный с правительством, не желает видеть в Сенате страны наркодельца из Синалоа, несмотря даже на то, что он официально отошел от дел и уже является действующим депутатом. А кроме того, имеются старые счеты, о которых говорить здесь излишне. Тереса представляла себя, о каких счетах идет речь. Войнах за власть и деньги наркокартели и друзья этих наркокартелей, разные политические семьи, связанные или не связанные с наркотиками. Кто бы не правил. Одним словом, как всегда, прекрасная Мексика. А мы, со своей стороны, прибавил Ранхель, не забываем, что он приказал убить агента Деа. Именно так оживился, получив поддержку Тапия. Потому что правительству Соединенных Штатов, которое, как вам известно, сеньора, весьма пристально следить за политической обстановкой в нашей стране, вряд ли понравится, если такой человек, как Эпифанио Варгас станет сенатором. Поэтому сейчас делаются попытки создать комиссию высокого ранга, чья деятельность будет развиваться в два этапа. Первый, организовать расследование прошлого депутата Варгаса. Второй, если будет собрано необходимое количество доказательств, лишить его депутатской неприкосновенности и положить конец его политической карьере вплоть до судебного процесса. По окончании которого, добавил Ранхель, мы не исключаем возможности его выдачи Соединенным Штатам. «А я-то тут при чем?» спросила Тереса. «Чего ради вам было ехать сюда и рассказывать мне все это, как будто мы закадычные друзья?» Тогда Ранхель и Тапиа снова переглянулись, дипломат прокашлялся и, доставая сигарету из серебряного портсигара, он предложил его Тересе, но та отказалась, покачав головой, сказал «Сеньора, мексиканское правительство все последние годы с вниманием следит за вашей карьерой, против вас ничего нет, поскольку ваша деятельность, насколько известно, происходит за пределами национальной территории». Примерная гражданка вставил Ранхель таким серьезным тоном, что ирония в словах растворилась. И ввиду всего этого соответствующие власти готовы прийти к соглашению, к соглашению удовлетворительному для всех. Сотрудничество в обмен на неприкосновенность. Тереса подозрительно смотрела на них. Сотрудничество какого рода? Таппи аккуратно закурил сигарету, так же аккуратно, как судя по всему, размышлял о том, что ему вот-вот предстояло сказать, или вернее, как это сказать, и, наконец, решился. «У вас там на родине есть личные счеты, кроме того, вам многое известно о временах блондина-давилы и деятельности Эпифанио-Варгаса. Вы были, так сказать, привилегированным свидетелем, и это чуть не стоило вам жизни. Есть мнение, что, быть может, вам хотелось бы все уладить. У вас достаточно средств, чтобы заняться чем-нибудь другим, наслаждаясь тем, что вы имеете, и не беспокоясь о будущем. «Да что вы говорите?» «То, что слышите». «И чему же я обязана подобным великодушием?» «Вы никогда не принимаете плату наркотиками, только деньгами. Вы не владелица и не продавец, вы только перевозчик. На данный момент, несомненно, самый крупный в Европе, но и только. Это дает нам возможность разумного маневра, так сказать, лицом к общественному мнению». «К общественному мнению? Это еще что за чушь?» Дипломат ответил не сразу. Тресса слышала дыхание Ранхеля, человек из Деа, сплетя пальцы, беспокойно ерзал в своем кресле. «Вам предлагается возможность вернуться в Мексику, если вы захотите», продолжал Тапия, «или тихо обосноваться там, где вам будет угодно». Даже с испанскими властями были проведены переговоры на этот счет. Министерство юстиции обещало приостановить все судебные действия и расследования, которые имеют место в настоящий момент, которые, насколько мне известно, значительно продвинулись и могут вскоре значительно осложнить жизнь королеве Юга. Как говорят в Испании, все стереть и начать с чистого листа. А я и не знала, что у Гринго такие длинные руки. Смотря для чего. И тут Терресса рассмеялась. «Вы просите», сказала она, еще не вполне веря, «чтобы я рассказала вам все то, что по-вашему я знаю об Эпифанио Варгасе, чтобы я стала стукачкой в мои-то годы, и это при том, что я родом из Синалоа». «Не только, чтобы просто рассказали», уточнил Ранхель, «а чтобы вы рассказали об этом там». «Где там?» «Перед комиссией по вопросам юстиции при генеральном прокуроре республики». «То есть вы имеете в виду, чтобы я поехала в Мексику давать показания?» «Да, в качестве защищаемого свидетеля полная неприкосновенность. Это будет происходить в Мехико при наличии всех личных и юридических гарантий, и вы будете иметь право на благодарность народа своей страны и правительства Соединенных Штатов». Внезапно Тереса встала, рефлекторно, не думая. На этот раз оба мужчины поднялись одновременно. Ранхель недоумевал, Тапиа явно испытывал неловкость. «Я же тебе говорил», читалось на его лице, когда он в последний раз переглянулся с человеком из Деа. Тереса подошла к двери и резко распахнула ее. Там в коридоре стоял Потт и Гальвес. Благодаря своей обманчивой полноте он выглядел вполне мирно, но руки держал чуть отведенными от тела. «Если понадобится», сказала она ему взглядом, «вышвырни их отсюда пинками». «Вы», она почти выплюнула эти слова, «сошли с ума». И вот теперь она сидела за таким знакомым столиком в гибралтарском баре, размышляя обо всем этом. Сидела вместе с крохотной новой жизнью, которая зарождалась в ней и с которой она еще не знала, что делать. С отзвуками недавнего разговора в голове, со своими ощущениями, с последними словами и старыми воспоминаниями, с болью и благодарностью, с образом блондина Давилы, безмолвного и неподвижного, как она сейчас, в той Кулиаканской таверне, и с образом другого мужчины, сидевшего рядом с ней однажды ночью в часовне святого Мальверде. «Твой блондин любил пошутить Тересита. Ты правда ничего не читала? Тогда уходи и постарайся зарыться так глубоко, чтобы тебя не нашли». Дон Эпифанио Варгас, ее крестный отец, человек, который мог убить ее, но сжалился и не убил, который потом раскаялся в этом, но уже ничего не мог поделать. Варгас.